Всем здравствуйте, дорогие любители Национальной Баскетбольной Ассоциации. С вами очередной, 193-й выпуск нашего регулярного подкаста. И с вами его ведущий, я, Мара Бурчуков. Сегодня будем обсуждать самые хайповые темы. А она, по большому счету, одна и является, наверное, любимой моей в году наравне с начала межсезонья. Это обменный дедлайн НБА, в который произошло просто уйма сделок. При этом, если в прошлом году все изумлялись тому, что, о, нифига себе, Хардена на Симмонса, такого звездного обмена в дедлайн не было, наверное, никогда, то этот дедлайн просто в два, а может быть даже и в три раза все это превзошел по масштабу, по крутости сделок. И мы все это сегодня будем разбирать. И я не мог никого иного позвать на этот выпуск, как моего любимого бывшего соведущего, человека, с которым я искренне кайфую записываться, записываться автора Патреона и Бусти с одноименным названием и YouTube-канал NBA Deep Dive. И вы все прекрасно поняли, о ком речь. Это Джерри Биг. Привет, Жень. Рад с тобой в очередной раз записаться. И надеюсь, у нас сегодня получится максимально информативный и вообще кайфовый выпуск. Приветствую. Всем привет, народ. Спасибо, Марк, что позвал. Ну, это действительно классное время для того, чтобы записаться. Ну да. Много всего произошло, много. Погнали. Вообще, жесть, много всего. Выпуск рискует затянуться. Ну и поэтому давайте тогда сразу начинаем с дисклеймеров наших под названием «Лайк авансом». Ставьте свои пальцы вверх. К тому же тема прям максимально жирная. Поэтому давайте не стесняйтесь. Ваши лайки очень многое значит для канала и для продвижения ролика на просторах YouTube. Также, конечно же, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Даже если вы слушаете нас на просторах Патреона и Бусти, Жень, не постесняйтесь. Перейдите по ссылочке, по ролику, поддержите канал. Колокольчик, конечно же, ставьте, чтобы первым узнавать о выходе новых выпусков подкастов, стримов, которые в последнее время стали здесь довольно регулярной основой. Ну и, конечно же, фундамент продвижения на YouTube, вы и сами догадываетесь, о чем речь, это комментарии. Желательно от пяти слов, чтобы алгоритмы YouTube максимально все это хавали и продвигали в итоге выпуск на своих, так сказать, территориях. И что хочется еще сказать, что у нас всегда лучший комментарий абсолютно точно попадает в следующий выпуск. Такое вот, например, произошло с комментарием человека с никнеймом Westbrook FM. И, кстати говоря, это такой никнейм, который мы сегодня будем обсуждать. Но в целом комментарий был следующего содержания. Постоянно слушаю выпуски, Марку большой респект, что проект цветет и пахнет. Мне часто пишут комментарии, наверное, надо это исправлять. Госте понравился, в целом я здесь много новых имен узнал. Буду честен, не все зашли, вернее, зашли все, но в той или иной степени. Кирилл был хорош, слышно, что нервничал, но не мудрено. Автор молодой. Впрочем, был достаточно интересных мыслей, скажем так, интерактиво. Показал, что было больше взаимодействия между ведущим. И гостям классно, респект. Зовите еще Кирюху и продолжайте делать лучший аналитический баск-контакт на просторах YouTube. Спасибо тебе большое, дорогой слушатель подкаста. Опять же, берите пример с него, оставляйте комментарии аналитические. Делитесь своим впечатлениями от обменов, какой был самый лучший. Где, как вам кажется, где-то кого-то немножечко так развел в сделках. Критика принимается, юмор любого формата комментария. Ну, а мы приступаем к обсуждению. И, конечно же, мы начнем, наверное, с самой большой и громкой вотч-бомбы. Или даже, наверное, правильно сказать, шемс-бомбы. Потому что в этот дедлайн как будто бы чаранья взял верховенство у своего старшего товарища по баскетбольным инсайдам. Но не суть. Я, честно говоря, немножечко охренел, когда увидел эту новость. Потому что последние дни перед дедлайном говорили о том, что не будет обмена Кевина Дюранта. Что Бруклин Нэтс вроде как собирается двигаться с ним в одном направлении. В направлении, там, выхода в плей-офф и дальнейшей борьбы за чемпионство. Но хрен там плавал. Кевин Дюрант меняет клубную прописку и отправляется в стан Феникс Санс. В ответ в сторону Бруклина полетели Микел Бриджес, Кэм Джонсон, Джей Краудер. И четыре пика первого раунда. Если быть точнее, то это 23, 25, 27, 29 года. Все принадлежащие Фениксу. И возможность обмена пиками в 2028 году. Также достается Фениксу Ти Джей Уоррен в этой сделке. Вроде бы я ничего не забыл. Потому что обмен действительно был большой. Жень, какая у тебя была первая реакция? Ну, я уже за себя сказал. Я немножечко был шокирован. Потому что это как-то произошло для меня нежданно. Не то, чтобы совсем для этого предпосылок не было. Но как будто бы Бруклинац бы держал свою главную звезду. Но вышло как вышло. Какая у тебя вот первая реакция была на этот обмен? Моя первая реакция была, значит, все-таки не понравилось, что Кайри призвали, так сказать, к Нахтю. И Дюрент решил, что раз вы с Кайри так поступили, то я тоже типа вас пошлю нафиг и не буду с вами дальше играть. Тут однозначно, на мой взгляд, что Кейди сказал, что все, я пас. Делайте, что хотите. И похоже, что вот они попытались сделать то, что хочет он. Потому что выбора особо не было. Ну, судя по тому, что произошло. Опять же, вот будь ты ГМом Бруклина, отпустил бы ты Дюрента, если бы у тебя был выбор? Конечно нет. Но зависит также от пакета, который мне предлагается. Есть такие пакеты, которым, на мой вкус, мог, например, сформировать Масай Уджири, который в этот дедлайн особо ничего не сделал, несмотря на то, что многие ожидали, что Рэптор взорвется. Он мог предложить там и Сиакамаса на Ноби, ну, вот с какой-нибудь сдвойкой из игроков, которые мешают Скотти Барнсу в своем развитии. И получить гораздо более жирный пакет, который есть. Да, я понимаю, что Дюрент там, скорее всего, взбрыкнул и сказал, что действительно, ребята, вот вы не смогли даже трехсторонку сделать с Торонто, где не Динвиди пришел бы к нам из Далласа, а все-таки Ван Влит, и с которым бы, на взгляд Дюрента, Бруклин был бы гораздо более конкурентоспособнее во второй половине регулярного чемпионата. И, наверное, действительно, какие-то вот эти закулисные истории были. Но при этом я смотрю на пакет Феникса, который был отдан взамен за Дюрента, который сейчас, ну, топ-5 игрок ассоциации, ну, наверное, безоговорочно. И я понимаю, что мне кажется, что Бруклин даже отчасти продешевил, потому что это все можно сравнить с обменом летним Руди Габера. Я понимаю, что тот обмен был непропорциональным абсолютно, от слова совсем. И, по большому счету, немножечко подорвал рынок, потому что цены, которые вот прям до последнего дня дедлайна назывались, ну, среди инсайдерской информации, они были прям неадекватные. И на фоне того, что получил Миннесота Габера, как будто бы Феникс даже и легкой кровью оделся. Не кажется ли тебе так? Или на твой вкус та цена, которую Феникс заплатил, в принципе, адекватная компенсация за Дюрента при всех его там, тех тараканов в голове, которые у него присутствуют, безусловно? Ну, за Дюрента, может быть, это даже и с одной стороны кому-то покажется недостаточным, с другой стороны выжали все, что было. Ничего другого просто больше не было. Ну, давай будем говорить откровенно. Что еще можно было забрать? Ну, условно говоря, можно было надавливать, как мне кажется, на вариант Дюрент плюс Симмонс за Бриджес плюс Эйтон. И вот там, опять же, для уравнивания зарплаты, потому что, опять же, конечно же, по зарплатам Бриджес плюс Эйтон бы ни в какую бы не вошло бы здесь на одно соглашение Дюрент. Поэтому пришлось бы как-то всю эту историю уравнивать. Может быть, даже не Симмонсом, потому что Симмонс — это такой хардкорный случай, и с которым, наверное, ни один гейн-менеджер в данную секунду не хочет вообще иметь дело. Ну, с условным Джо Харрисом, у которого тоже довольно большая зарплата. И просто пытаться выудить большее количество таланта из Феникса, потому что при всем уважении к Эму Джонсону, но все-таки мне кажется, что тут можно было бы помимо Бриджеса вытаскивать еще и Эйтона. Ну, опять же, мое мнение, согласен ли ты с ним? Я думаю, что нет. И я не уверен, что у Эйтона сейчас положительная ценность, потому что получать человека, которому ты должен платить 30 лямов в год, и насчет которого ты не уверен, что он хочет играть, я не знаю, насколько это был бы позитивный контракт. Ну, то есть было ли там в Элью хоть какое-то? Это, на мой взгляд, нет, поэтому они и, опять же, на мой взгляд, и не пошли в сторону Эйтона и в сторону вот этой ситуации, вот этих разговоров. Возможно, мы чего-то не знаем. Возможно, действительно, там был разговор про то, что вот Эйтон нужен, Эйтон интересен, давайте Эйтона. Но этого не было сделано. Ну, Эйтон, мне кажется, в первую очередь не хочет играть именно в стане Феникса, потому что как будто до сих пор терочка присутствует и интересно будет наблюдать, будут ли они присутствовать после прихода Кевина Дюранта. Ну, и еще один фактор, о котором мы не то чтобы забываем, но нужно озвучить, что, может быть, Бруклин вообще изначально, Эйтон абсолютно не был интересен, потому что у них есть Николас Клэкснон, который во многих аспектах гораздо лучше Эйтона и такой же молодой, и так же развивается. И, может быть, сейчас при присутствии более такого молодого состава вокруг него ему будет даваться больше даже шансов раскрыться в атаке, хотя как будто бы там потенциал довольно очевиден. Поэтому это еще одна такая гипотетическая причина, почему, может быть, НЭЦ даже не смотрели в сторону Багамского центрового. Ну, опять же, ты правильно сказал насчет зарплат. Я подозреваю, что просто трудно было подобрать, что конкретно можно вытащить из Феникса. Кроме того, ну, давай будем честны, пакет из двух человек, которые достаточно хорошо выглядят в плане игры на своей позиции, то есть Миккл Бриджес, если мы его считаем игроком на тройке, то он первый после всех звезд, которые есть на третьем номере. Краудер, ну, к краудеру есть вопросы. Кем Джонсон – это достаточно хороший игрок, который может быть там лучшим шестым, ну, то есть скорером со скамьи вполне. Вряд ли он в старте будет достаточно хорош, но как скорер со скамьи очень хорош. Плюс у него достаточно, как бы это сказать, уникальный, уникальная позиция – это четвертый номер, но бросающий с дальней дистанции. А это выгодный всегда персонаж. То есть он может в атаке побросать, в защите помочь на подборе. Да, конечно, он слабоват в защите и все остальное, но как бы если тебе нужны габариты, то вот он Кем Джонсон. Опять же, понимаешь, можно сказать, что вот Феникс типа переплатил. Смотри, краудер сейчас, ну, понятно, мы знаем уже, куда он пошел, но мы знали, что на краудера будет определенный спрос. Пусть небольшой, но будет. Потом мы говорим о Бриджесе. Бриджес, понятно, Бриджес – это основа, вокруг которой строился вообще обмен. То есть без Бриджеса, я думаю, что это бы не прошло. Но краудер, его ценность небольшая и будет только снижаться, он возрастной уже. Кему Джонсону надо платить летом. То есть ты не знаешь еще вообще, нужен он тебе или нет, и может быть его куда-то деть, и может быть летом что-то с ним придумывать, может sign and trade, если ты его сам не будешь использовать. А запросы у Кема Джонсона там в районе 20 миллионов в год, и он точно не играет на эти деньги. Поэтому тоже не все так просто. То есть ты по сути обмениваешь Дюрента на Бриджеса и огромное количество активов, с которыми ты должен будешь что-то сделать, с которыми ты должен будешь работать. Так или иначе. Ну окей, по поводу вот именно конкретно игроков, мы в принципе разобрались довольно подробно, но как минимум вот одна претензия к Джеймсу Джонсу мне все равно останется, это то, что здесь, точнее не к Джеймсу Джонсу, я извиняюсь, к Шону Марксу, потому что, да, 4 пика первого раунда, это самое максимальное количество первого раунда, с которым Феникс мог отдать, из-за правила Степиена, не будем вдаваться в эти подробности, кто знает, тот поймет. Но вот то, что был дан один свап всего лишь, то есть в аналогичной сделке по Джеймсу Харду, насколько я помню, был задействован то ли 2, то ли 3, на фоне вот тех же самых плюс-минус измеримых пиков первого раунда, которые отдавались там 2 года назад. И да, я понимаю, что вот эти все права поменяться пиками в большинстве своем сгорают. То есть, опять же, можно посмотреть на трейд Джеймса Хардена и посмотреть, что вот у Хьюстона был право обменяться пиками первого раунда с Бруклином. Один раз это все не вышло, второй раз, который будет на вот этом драфте, это тоже очевидно сольется, и далеко не факт, что как бы и в дальнейшем Хьюстон будет гораздо лучше, чем Бруклин, хотя уже как будто бы шансы на это, ну, немножко выровнялись. И как будто бы эти свапы вообще, это такой эфемерный актив, который дается в сделках. Но все равно, блин, на фоне других сделок, которые происходили ранее, там вот с Харден, с Габером, как будто бы Шон Макс мог доставать еще больше из Финикса, но с другой стороны, как бы Финикс просто мог дать заднюю и сказать, нет, мы этого делать не будем. И в итоге бы Бруклин пришлось иметь дело с недовольным Кевином Дюрентом до конца сезона, как минимум. А так, в принципе, и все вышли плюс-минус победителями из этой истории, потому что, ну, все-таки, да, Бруклин получил себе Микало Бриджеза, который в этом году активнее берет на себя в атаке, дает в целом по сезону 17 плюс 4, плюс 4 асиста почти, что сейчас у него будет еще больше задействований в Бруклине, его, может быть, будут пытаться как-то развивать, как человек, который может и сам себе создать бросок. Не уверен, насколько это удачная идея, но я уверен, что такие попытки точно будут. И в целом, как бы, довольно эффективный персонаж, 46% с игры, 39% из дуги. И, опять же, даже были слухи по поводу того, будет ли Бруклин дальше его толкать в обмене. И, как бы, его ценность расценивали, как в еще, там, 2-3 пика первого раунда сверху. Поэтому, если вдруг Бруклину как-то не понравится вся эта затея, то в дальнейшем можно как-то там намутить дальнейшее продвижение Бриджеса по ассоциации, по другим клубам. И, как бы, на Шаманте еще больше количества активов. По поводу Феникса есть еще одна сделочка, которую мы затронем. Давай буквально, там, немножечко поговорим просто о Бруклине, который получился в итоге с этим всем набором из Бриджесов, Кэмф Томасов, Николас Клэкстонов. Как тебе кажется? Вот сейчас вот бытует такое мнение, что даже с таким составом Бруклину вполне себе по силам, ну, при том, что они на данный момент находятся на пятой строчке Востока с показателем 32 победы, 22 поражения. Бытует мнение, что команда до сих пор останется конкурентоспособной. И вот будет пытаться бороться за, может быть, даже прямой выход в плей-офф. Согласен ли ты с этим мнением? Или на твой вкус вот после ухода и Дюранта, и Ирвинга команда, ну, опустилась прям на несколько уровней ниже, и как бы даже если она залетит в плей-офф, то это будет скорее, так сказать, продуктом первой половины регулярного чемпионата, а не то, к какому составу Шон Маркс привел в свой коллектив? Ну, давай так. Когда Бруклин играл без Кайри и без Дюранта, они играли достаточно живенько. И я сейчас не про Кэма Томаса, я сейчас в большей степени про то, как движение по паркету происходило, причем и движение мяча, и движение игроков, что для меня было относительно удивительно. Да, безусловно, было многовато брака в передачах, многовато потерь, потому что, знаете, вот очень часто я видел передачу, которая уходила в ту точку, откуда игрок только что убежал. То есть защитник увидел открывающегося партнера, партнер подумал, что вот я сейчас найду еще лучше позицию, а плеймейкер уже туда отдает. Ну, то есть было несколько таких моментов, и это очевидная несыгранность, но с другой стороны, подумайте сами, сколько времени эти ребята играли без или Кайри, или Кэде на паркете. Это было крайне редко, поэтому то, что они сейчас вот так вот играют, это нормальная притирка. Насчет перспектив, понимаешь, я когда вот вижу команду, составленную по сути из одних ролевиков, я всегда вспоминаю Атланту 14-го года, если я не ошибаюсь, вот где-то вот в это время, когда 14-15-й, когда еще Буденхольцер ее тренировал, и когда от этой Атланты поехало 4 человека на матч всех звезд, при этом там не было ни одной звезды вообще. Вот мне почему-то сейчас ситуация с Бруклином напоминает ту Атланту. Поэтому я не удивлюсь, если команда хорошо пройдет концовку сезона, но надо будет вот тоже там такой, не то чтобы совет, посмотрите на клатчи, посмотрите на то, как эта команда без звезд будет играть в концовках, в напряженных концовках, кто будет брать на себя решение и как она будет, будет ли она набирать очки, будут ли какие-то возможности у нее, будет ли мяч отвигаться в атаке или будут опять попытки решать в изоляциях, потому что это по большому счету клатч этот как репетиция плей-офф. И не все команды, от команды без звезд ей очень тяжело в клатче выигрывать. Последите за этим Бруклином, вы может быть сами для себя увидите и сможете сделать выводы, ага, там есть у нее какая-то перспектива или может быть нет. Я, допустим, не исключаю того, что команда может пройти в первый раунд, неважно, закончив регулярку в шестерке или пройдя отсев через плей-ин, но я не вижу, чтобы эта команда выиграла в первом раунде. Просто подозреваю, что они не будут на четвертом месте или выше, а сами прикиньте, кто в четверке сейчас на востоке. Да, вот такая мини-добивочка, можешь даже на этот вопрос ответить, да, нет. Два мини-вопросика, веришь ли ты в то, что Миккало Бриджес может когда-нибудь стать там, ну, первой опцией команды, может быть там второй опцией команды, и, ну, именно с точки зрения игры в атаке, потому что в обороне никаких вопросов к Миккалу нет. И второе, веришь ли ты в какое-либо адекватное возрождение Бена Симмонса после всего этого обмена и, может быть, после больших нитей игры, которые ему Жак Вон в итоге отдаст? Бена Симмонса нет, а с Миккалом Бриджесом, может быть, смотри, его дрессируют на то, чтобы приносить больше пользы в атаке уже третий год. И если в первый год это было там исключительно эпизодическое задействование, во второй год он стал, ну, местами даже получать инициативу и выглядеть, давай, скажем, интересно с мячом в руках, пусть и не страшно, но интересно, то в этом году у него было несколько матчей, где он набирал там и 20 очков, и он чувствовать себя начал немножко увереннее. Но если он стал себя лучше чувствовать, то почему, на мой взгляд, ему бы и не стать, естественно, не первой звездой, но там второй или третий? Просто он пришел поздно в лигу, и он пришел фактически с формировавшимся игроком, и пришел он из команды, в которой его учили играть на команду, ну, Виланова, если я все правильно помню. А такие игроки, они крайне редко вырастают в звезд или там суперзвезд. Они просто остаются вот такими классными ролевиками, рабочими лошадками, которые очень нужны в каждой команде, но гораздо сложнее, скажем так, вырастить из звезды полезного игрока, из звезды в детстве полезного игрока в НБА, чем из полезного игрока в детстве вырастить звезду НБА. Второй вариант гораздо проще. Опять же, тот же Кавай, ради бога. Ну, скажем так, он хотя бы существует, такой вариант, потому что люди, которые были звездами в колледже, полезными игроками в НБА становились, ролевыми игроками становились не так часто. Давай так скажем. Солидарен с тобой чуть ли не полностью. Единственное, что последнее добавлю, будет также интересно посмотреть, насколько сильно увеличится загруженность Кэма Джонсона в атаке и насколько сильно бросает его процент, потому что у него в Фениксе была сравнительно ограниченная роль, но при этом по процентам попадания и с игры, и с дуги, он у него просто запредельно эффективен. 48 с игры, 46 почти что, из дуги при том, что 6 раз оттуда бросает. В Бруклине, я думаю, у него больше будет попыток и будет интересно посмотреть, вот насколько будет корреляция между увеличением нагрузки в атаке и его эффективностью. Давай к Фениксу перейдем. И тут есть такая добивочная история, то, что Феникс, помимо этого, Бен еще один такой провел с Аклахомой, в результате которого Дарио Шарич улетает в Аклахому вместе с пиком второго раунда, а в обратную сторону прилетает Дарио с Бейзли. Ну и тут, наверное, совокупно надо по Фениксу пройтись. Ну, во-первых, давай тогда по этому мини-обменщику выскажись, если тебе есть что сказать, понравилась ли тебе эта сделка, или это показалось, как будто бы Мэтт Ишби, новый владелец Феникса, увидел, что как бы по зарплатам у команды что-то не сходится, и это такой был больше дампинг зарплат, нежели попытка в усиление состава. Этот обмен точно к Ишби отношения не имеет никакого, потому что я сильно сомневаюсь, что Ишби знает, кто такой Дариус Бейзли. Это обмен Джонса, потому что он видит, у меня не осталось никого вообще на винге, ему нужен человек, который будет защищаться против третьих-четвертых номеров, Бейзли с этим более-менее справляется, и получить игрока вот в этих там ценовых, в этой ценовой категории без какой-то безумной доплаты, можно было из Оклахомы. К Бейзли есть вопросы, но он сам по себе достаточно такой, ну, трудолюбивый игрок, у которого очень плохо с атакой, но Фениксе атака не нужна. То есть вот мы будем там, ну, я не знаю, будем ли мы упоминать этого игрока, но вот что-то типа Тайбуля здесь даже может быть и прижилось бы тоже. Ну, Бейзли, естественно, лучше. По поводу Бейзли, что хочется сказать, что в этом сезоне просто у Оклахомы очень большое количество таланта, и у Бейзли в этом году минимальные минуты в среднем по карьере, минимальное количество бросков по карьере, но при этом, если ранее он ни разу там не вылазил за пределы 35% попаданий с дуги, там, и 42% попаданий с игры, то в этом году он гораздо эффективнее начал выступать, у него 45 с игры, 40 с дуги при полутора попытках, конечно, это мелочи, но все равно, как будто бы вот Феникси ему вряд ли дадут роль побольше, скорее там около 15-20 минут, и он, мне кажется, сумел показать, что там хотя бы в какой-то ограниченной роли, но все же он способен быть не сильно вредным на стороне соперника. В защите как будто бы тоже к нему есть вопросики, но в целом, конечно, он именно больше на защиту направленный игрок, потому что в карьере у него ни разу не было положительного offensive box plus minds в обороне, же наоборот, в трех из четырех, проведенных в ассоциации сезонах, у него положительный этот показатель, следовательно, Феникс может ожидать от него какую-либо отдачу на своей стороне паркета. Ну и давай в целом, тогда уж совокупно, по Фениксу пройдем, которую все вот в итоге, если посмотреть, собрали большую четверку, ну, если так ее можно назвать, ну, тройку, если Пола и Эйтана за половиночки считать в лице Букера, Дюранта, Пола и как раз-таки Багамского центрового. И в глубине, конечно, Феникс просел после всех этих сделок, это тут довольно очевидно, но по таланту, мне кажется, это очень неплохой состык между вообще атакующими способностями и защитными в команде. Я вижу здесь баланс, и на мой вкус, Феникс даже не стыдно, как будто бы сейчас записать прям в такие, в главные фавориты Запада, но при этом, конечно же, не стоит недооценивать фактор кармы Криса Пола, которая всегда найдет какой-нибудь путь, чтобы подзасрать Фениксу путь к чемпионству, но в целом команда на бумаге выглядит очень сильно, согласен ли ты со мной и насколько высоким ты видишь потолок этого коллектива? Ну вот после обмена Бейзли, мне кажется, они стали получше, вот такая маленькая деталь, по сути, но они действительно стали получше, потому что у них появился человек, который хоть как-то будет помогать в защите, и если Эйтана правильно мотивировать, то вполне может быть, что команда будет достаточно высоко. Понимаешь, тут забавная немножко ситуация складывается, на Западе сейчас некоторое безвластие, что ли, потому что Денвер имеет очевидные слабости, хотя лидирует в регулярке, у Мемфиса тоже все не так, чтобы легко и просто, а все остальные команды, они не блещут, у Голден Стейт ТЭФ травмирован, про Лейкерс я даже говорить не хочу, у Клиперс весь сезон они играть не могут нормально, ну то есть у всех команд на Западе есть какая-то проблема, а значит команда, которая только что собралась, которая мотивирована доказать, что раз мы собрались, вот мы там что-то можем сделать, плюс новый владелец, который очень хороший спикер, бизнес-спикер, ну был во всяком случае, когда он развивал свой бизнес, и может быть они вот попытаются блеснуть. У них, конечно, очень печально все на скамье, но вот вокруг них нет команды, которая сказала бы, да ну легко мы сейчас этого Дюрента тут уберем. Нет, просто я понимаю, что мало кто помнит, и там я не знаю, даже выбрали ли Букера тренера на All-Star или нет, но Букер играл как претендент на MVP первые полтора месяца, очень хорошо играл на MVP сезона, и я никогда там не был фанатом Букера, но последние несколько лет он становится лучше и лучше и лучше, причем там в конкретных эпизодах, и сейчас он выглядит уже человеком, который ну вряд ли выиграет MVP, но будет упоминаться, и это будет абсолютно нормально. Ну слушай... Извини, к этому человеку приходит Дюрент, и у них есть адекватный пасующий и большой, который понимает, что делать. Ну правда в атаке, а не в защите, я бы, конечно, с большим удовольствием увидел защитного центрового рядом с этими ребятами, но и так, в общем-то, неплохо. Вот да, ты буквально у меня с языка снял, что во всей этой истории будет заправлять пол, которому вообще не западло на себя брать 5-7 бросков за игру, и во второй половине чемпионата, когда Дюрент восстановит свои травмы, я думаю, большинство игр у Пола будет с однозначным количеством очков и с двузнавачным количеством ассистов, и это то, что подходит и Букеру, и Дюранту, и Эйтану. Вот по поводу Эйтана в атаке, слушай, у меня до сих пор свежи такие вьетнамские воспоминания о том, как Эйтан проводил игру против Далласа, когда Дончич сломался, когда он там 6 из 20 выкинул, когда он из-под кольца абсолютно ничего не мог заковырять, и такая игра у Эйтана была не единичная, это как будто бы просто концентрация у человека похерена немножко, и может быть сейчас вот именно, может быть это было связано с тем, что опять же, с Монти Уильямсом, с главным тренером команды какие-то терочки, может быть это было связано с тем, что Эйтан не видел у Феникса каких-то прям таких реалистичных шансов на чемпионство, сейчас он должен их увидеть, если это не замотивирует Дандры, то я даже не знаю, что вообще когда-либо его замотивируют. В целом, что еще хочется отметить, глубина на самом деле у Феникса, я бы не сказал, что у них так все печально со скамейкой, потому что давай посудим сами, с ними вот в этой четверке, скорее всего, стартовом составе будет продолжать выходить Торик Рейк, для того, чтобы сбалансировать их состав с точки зрения атаки и нападения, потому что выпускать здесь Ти-Джей Уоррена, как многие ошибочно, как мне кажется предполагают, это глупо, потому что Уоррен не будет получать необходимое количество бросков, чтобы чувствовать себя необходимым на паркете и приносить пользу команде, а вот наоборот, поставить его на скамейку и оттуда, чтобы он там выходил и выбирал, самое то, со скамейки также будет тут выходить и Кэмерон Пейн, и Бисмак Би Йомбо, и Дэмин Ли, который в этом году является лучшим шутером Феникса, и не будем забывать также, что у Феникса, вот после всех этих обменов, 13 гарантированных контрактов и два двухсторонних соглашения с Ишем Уэйн Райтом и с Сейбаном Ли, которые оба себя, в принципе, довольно неплохо проявляют, и я вообще не удивлюсь, если эти два ростер-спота кому-то из этих игроков отдадутся, если не обоим, но при этом у нас сейчас рискует быть самый насыщенный рынок выкупленных соглашений за очень долгое время, потому что сразу, в первый день стало известно как минимум 3-4 ветерана, которые выходят на рынок, там всякие Дэдмоны, Ибаки, еще будут там всякие игроки, Уэзбург, если что, Феникс я не предлагаю по очевидным причинам, и как бы он здесь как будто бы нахер и не нужен, Кэмпейн, если что, может быть, там с Дюрантом начнет на тульке танцевать, хотя это тоже сложно представить, Ну, я к тому, что Феникс разберется, как свой состав сделать более-менее таким боевитым, к тому же у Феникса в этом году очень много травм было, в которых вот опять же всякие Джошуа Коги, Джоки Лендейлы выходили, и как-то набирались опыта, и пытались учиться как бы играть с пользой на уровне НБА, и я думаю, что этот опыт для них бесследно не пройдет. Главная проблема для Феникса после этого обмена, мне кажется, это потеря огневой мощи, потому что Феникс и так по количеству трех очков нельзя сказать, что это какая-то супертоповая команда, они были 18 по попыткам, при этом пятые по реализации, что как бы говорит о том, что для них трехочковые это прям довольно важное оружие, и при этом они теряют Бриджеса и Кэма Джонсона, которые на двоих давали больше 10 бросков в среднем из-за дуги, при проценте на двоих на около 42-43, то есть можно даже сказать, что это чуть ли не два главных снайпера команды, да, можно сказать, что как бы здесь и Букер есть на шести попытках, и тот же самый Дэмин Ли, которого я отметил, который при четырех попытках за игру 47% попадает, но опять же, получается, что Букер будет перепрофилицироваться, назовем это так, в прям такого более вольем шутера, которым он был до этого, и насколько он сможет эффективно в этой роли оставаться, посмотрим. Я уверен, что как бы и наличие и Дюранта, и Пола на паркете будет давать ему больше количества открытых бросков, след на процент даже при увеличении попыток должен плюс-минус пойти вверх. Но вообще, эта вся история очень забавна, потому что многие забывают то, что Дюранта в этом году вообще с трехи бросает, ну, по минимуму, я бы сказал, у него минимальное количество трех в этом году за очень много лет, я прям вот сейчас вот даже посмотрю конкретно за сколько, ну, как минимум с сезона 2012-2013, а извините меня, за это все время как бы трехочковая революция произошла, поэтому это вот такой вот единственный аспект, которым я предложил бы понаблюдать за Фениксом, в котором они могут просесть и в эффективности, и в количестве, но в целом, конечно, за Фениксом будет очень интересно наблюдать. Вот Джамаран говорил, что на Западе как будто бы некого бояться, и гейн-менеджеры команд западной конференции услышали, вы сказали, окей, дружише, челлендж аксептед, и вот Феникс как будто бы лучше всего с этим справился, будет очень интересно сидеть за Санс, но как будто бы я все свои мысли по поводу этого обмена и деятельности Феникса в целом израсходовал, если те же, либо что-либо добавить, если нет, то переходим к следующему этапу нашего выпуска. Поехали дальше. Поехали дальше, ну и как бы мы говорили про то, что в сделке с участием Кен Дюранта был замешан Джей Краудер, но ему не суждено было остаться в составе Бруклина надолго, потому что сразу же нарисовался обмен в Милуоке, в результате которого Милуоке приобретает как раз-таки у Бруклина Краудера в обмен на 5 драфт-пиков второго раунда, три из которых отправляются в сторону Бруклина, а два в сторону Индианы, потому что обмен на трехсторонний Индиана здесь выступила третьим таким напарником, который получает на себя всякие активы, которые, видим, Бруклина на себя не хотела брать, чтобы не заходить в еще больше налог, который они, в принципе, по итогу этого обмена удалось сэкономить. И в итоге в Индиану отправились Джордан Вора, Джордж Хилл, Серджи Бака и как бы два пик второго раунда. И при этом Серджи Бака уже сразу стало известно, выкупят его контракт и он станет свободным агентом для того, чтобы эту сделку произвести. Индиана также отчислила Гогу Битадзе и Терри Тейлора. Вот так вот, если вкратце. Но, конечно, здесь самый сок и самый жир в этой сделке это Джей Краудер в Милуоке. Как ты думаешь, насколько сильно он сможет помочь Бакс в их вообще баскетболе и в целях залезть подальше в плей-офф? И не кажется ли тебе, что очень сложно понять, каким предстанет Джей Краудер вот в этом сезоне, учитывая тот факт, что он не играл больше половины чемпионата? Как тебе кажется? Ну, меня не смущает то, что он не играл больше половины чемпионата. Меня смущает тот уровень, который Краудер показывал, когда он играл. И он проседал уже в том сезоне. Сейчас у него не было практики баскетбольной. И с одной стороны, можно сказать, что он в том возрасте, когда меньше практики, больше выхлопа на паркете. И с другой стороны, ты должен сыгрываться с людьми, с которыми ты играешь. И в этом смысле, конечно, я думаю, что Краудеру все-таки полезнее было бы находиться на паркете, а не вне его. Будем смотреть, что получится. Но пока у меня, конечно, есть определенные вопросы. Но мелоки так хотели его получить, так за него цеплялись, что вот в итоге получили. Но получили, живите теперь с этим. Кажется, ли тебе адекватная цена за Краудеры? Я не говорю там про контракты и Бакин, воры, потому что очевидно, что эти ребята не особо сильно нужны были мелоки в дальнейшем по ходу сезона. Но вот пять пиков второго раунда. Я понимаю, что это второраундовцы, их можно как бы на шамане чуть ли не за деньги в день драфта кинг-команд, которые не нужны. Но платить столько мужику, которому далеко за 30, который по большому счету, как бы ты правильно сказал, что может быть хрен с ним, то, что он не играл, но то, по каким причинам он не играл, вызывает у меня опасения. Я думаю, что Джей Краудер не будет так сильно токсичить в раздевалке мелоки, и я думаю, что для него эта плюха была довольно чувствительной, и он понял, что есть некоторые границы, которые ролевым игрокам не позволено переходить, и он свой урок выучил. Но не кажется, что пять пиков второго раунда это прям очень много, или это можно считать успехом с точки зрения компенсации со стороны мелоки, что ну хотя бы пика первого раунда не было задействовано? Я тебе честно скажу, я не знаю, насколько, я не слышал ничего, чтобы Краудер был токсичным по отношению к людям в раздевалке, потому что весь его спор, вся проблема была в том, что он с менеджментом там поругался, он просил контракт, он просил маленький контракт, он просто просил три года. А Феникс сказал ему, да иди ты, ну вот он ушел и не вернулся. И то есть там не было какого-то конфликта с игроками, и опять же к Краудеру нормально относились везде, где он играл. То есть я не думаю, что это вот прям какая-то большая-большая трагедия, скорее всего просто Джей пошел на принцип. Ну бывает такое, люди идут на принцип, это нормально. окей, так получилось, так сложилось, значит у него такой период был в жизни трудный. Ничего. Ну, опять же, смотри, мы никогда не слышали о том, чтобы Краудер был, чтобы Краудере плохо отзывались партнеры по команде. Ну, вроде ж не было такого. Насколько я помню, не было, да. Вот, а если этого нет, то как бы проблема между работодателем и работником, она всегда существует, ну, в данной ситуации вот возникла она между клубом и игроком. Это не первый игрок, не последний, у которого такая ситуация возникает. Насчет цены, насчет пяти пиков, понимаешь, я этот концепт рассказывал ребятам на Патреоне, что это фактически последний элемент, как считают Бакс, последний элемент в их чемпионскую команду, самый нужный, самый важный, они за ним бегали. Все знают, что Бакс пытались подписать Краудера. Естественно, в такой ситуации цену на этот последний элемент завышают, а Бакс, считая, что вот все, они уже у финишной черты и только Краудера нам не хватает, четыре пика второго раунда, пять пика второго раунда, доплевать, вот финиш, вот он, все, нате вам, пять пиков, неважно. Вот, я думаю, что просто с этим связана цена в пять пиков второго раунда. Опять же, им надо было удовлетворить две команды, две, значит, две. Просто фишка в том, что как бы тут с этой сделкой Милуоки идет в полнейший ол-ин, потому что мне кажется, что там у многих, ну, совсем минимум, если вообще не ноль, осталось из активов под усиление в ближайшие годы. Да, с другой стороны, зачем временить, если Янису уже сейчас 28, Дрюхольду 32, Бруку Лопезу 34, Крису Мидлтону 31, как будто бы, и это довольно адекватное решение, и при этом у многих, я видел в комментариях, вот эта сделка напоминает сделку с Пиджей Такером, которая в итоге помогла Милуоки стать чемпионом в 2021 году. Да, и, в принципе, посмотрим, на что краудер гораст, но прошлый сезон у него вышел таким, за последние два сезона у него около 40% с игры и за дуги вот в прошлом году он как будто бы стал гораздо хуже бросать по сравнению с собой 2-3 летней давности, был 39%, стал 35%, но при этом у него по карьере довольно нестабильная треха, то есть, то нет, по таковой логике вроде сейчас она должна появиться. В Милуоки со спейсингом как будто бы каких-то мега проблем нет, если бы, ну, у них, они четвертые по количеству трех и при этом 36-ые по реализации, я не уверен, насколько Джей Краудер поможет им улучшить эффективность, но с точки зрения обороны на четырех позициях и более универсальных пятерок там на заключительных стадиях игр плей-офф, я думаю, Краудер должен им помочь, будет интересно что он себя представляет, но с другой стороны можно всегда привести пример обмена Андрея Гудала пару лет назад из Мемфисов, из-за которого он также не играл по обоюдным договоренностям и его обмен в Майами и то, как он выглядел вот после того обмена, честно говоря, на тот момент мне стоило тех активов, которые Майами отдал в итоге, поэтому тут может такая история сложиться, посмотрим, в какую сторону маятник шатнется, а так в целом, думаю, по этому обмену нам нечего добавить, предлагаю... Полсекунды. Давай тогда, хорошо. Полсекунды в этот раз есть, смотри, что мне понравилось, Bucks смогли сбросить лишних людей из платежки, Bucks уехал по ходу пьесы, Nwora, если я не ошибаюсь, тоже уехал, то есть они убрали вот эти мелкие, Heal, они убрали вот те мелкие контракты, которые мешали и которые там заставляли Буденхольцера иногда поднимать этих людей со скамьи, сейчас никого из них нет и по сути Bucks не так и много добавили себе в платежку, потому что вот уехало получается людей почти на те же 10 миллионов, которые Краудеру платят, поэтому это нормально. Полезный даже был момент, извини. Management Bucks на опережение сыграли, потому что у меня сразу, ты абсолютно прав, то что просто Heal, наверное, знамеренно из лап Буденхольцера забрали, потому что у меня постоянно возникает такая ситуация, когда я говорю про Heal уже вот в этом году, как Heal оборонялся против Тейтема в прошлом году в плей-оффе и почему он это делал, это загадка, на которую неизвестны ответы, поэтому может быть для офиса Милуоки это специально сделано, чтобы Буденхольцеру такая моча в голову не стукнула в очередной раз Поэтому да, действительно, в этом может быть есть тоже такой загадочный план офиса команды. Окей, теперь я думаю нам по краудеру точно сказать нечего, переходим к сделке, которая вот после насыщенного последнего дня дедлайна, кажется, что прошла уже там 2 или 3 года назад, но на самом деле она была прям в начале этой недели и стартовало все это безумие, которое мы в итоге усвидетельствовали вот на влашочке обменом дедлайна. Конечно же, я говорю про Кайри Иринга в Далласе, который отправился туда вместе с Маркиевом Моррисом, Дориан Финни-Смит, незащищенный пик первого раунда 2029 года, принадлежащий Далласу и два пика второго раунда 2027 и 2029 годов. Как будто бы и Женя уже подробно высказывался на своем Патреоне и Бусти, ссылка как всегда в описании. Я также высказывался на эту тему довольно подробно общаясь с чатиком на последнем баскет-стриме, но вот в диалоге мне тоже хочется это все пообсуждать, потому что Джерри, как я говорил на стриме и повторюсь здесь, был одним из первых людей, который мне лично написал и сказал, блин, как бы я бы хотел посмотреть на твое лицо, когда ты прочитаешь новость. Сразу скажу, лицо было такое себе, как будто я лимон залпом съел и как будто бы, ну, только без текилы. И вообще, зачем это было сделано? Я что, часть чудаков что ли или нет? Ну, получается, что скорее чудак, часть моей любимой команды теперь в лице Карри Ирвинга. Но мои эмоции подутихли, конечно, мы имеем дело с бомбой замедленного действия, это даже как будто уже моветоном считается это все говорит, что Карри Ирвинг ляпнуть в итоге, что будет стоить команде даже там шансы на выход в плей-офф. Он уже в Далласе успел как бы в такую маленькую ситуацию вляпаться, но которая вроде продолжения своего не нашла, то, что он удалил по с извинениями в сторону еврейских общин Америки и как бы он в итоге сказал, что да, я постоянно все в Инстаграме своем удаляю, но в итоге ни о чем не жалею и как бы мои извинения остаются в силе. Но вот как будто бы я уже прошел все четыре стадии и принял тот факт, что Карри Ирвинг является игроком моей любимой команды, как бы к нему я плохо не относился как к человеку. И в целом, наверное, я уже даже какие-то плюсы во всей этой истории могу видеть. О, давай! Не, ну после увиденного, например, в игре с Клиперс, опять же, это одна игра, все дела, но Карри Ирвинг в Далласе это скорее что-то нейтральное, нежели что-то прям абсолютно негативное или отрицательное. Объясняю почему. Во-первых, получить человека таланта уровня Карри Ирвинга, стартера матча всех звезд, ни много, ни мало, как бы кто к этому мероприятию не относился, но который является лакому своей бумажкой скилла человека в этом регулярном чемпионате за один пик первого раунда, даже за истекающий контракт, на мой вкус, это очень хорошо. Допустим, что Карри Ирвинг в итоге останется в команде, ну, точнее так, подпишет новый контракт летом. Даже если он через год, полтора, два в итоге взбрекнет и скажет, что меня не уважают в этой команде, я хочу уехать, за него все еще можно будет получить какие-то активы, если он будет выступать хотя бы на 90% своих возможностей прямо сейчас, что уже как бы неплохо. И может быть, из-за того, что этот контракт впоследствии может оказаться длиннее, на котором Даллас его получил, можно будет получить соизмеримую компенсацию, несмотря на то, что Карри Ирвинг будет старше. Это первый момент. То есть драв компенсации за такой талант, на мой вкус, это прям хорошая сделка. Если не учитывать тараканы в голове, которые как бы, ну, уже принимаются, знаете, как, ну, такая история, как что-то константа, назовем это так. Второй момент. Карри Ирвинг действительно отличная опция. Отличная вторая опция под луку Дончича. Мне сложно найти человека формата, который был больше под луку пошел. Может быть, условный Малстернер, то есть защитный большой, который в атаке что-то могет. Но при этом, Ирвинг, это, конечно же, с уклоном на атаку. Он играл с Леброном, он играл с Джейсон Харденом и, в принципе, пересрался в такой манере. Я думаю, что у него не составит труд это сделать. В момент, когда лука отсутствует, а лука в этом году, вот, в последнее время начал прям так, ну, довольно сильно ломаться. Он то вот лодыжку подвернет с Фениксом, то пятку отобьет против Новоролиана, пропускает игры. Карри Ирвинг в первой игре задался против Клиперс, показал, насколько сильно он может, во-первых, в соло решать какие-то моменты проходами под кольцо, какими-то жесткими и сложными трехочковыми бросками, которые достигают цели. Мы все это про Карри Ирвинга знали. Самый большой плюс в том, что Карри Ирвинг сможет разбавлять игру Далласа с точки зрения темпа, потому что Лука Донщич это самый медленный пирожочек, наверное, во всей ситуации, из-за игры которого вся команда подстраивается. И в итоге такое ощущение у меня складывается, что такая вязкая игра не на пользу идет шутерам команды, как Реджи Булла, как Тим Хардуэй, которые очень такие стрики-шутеры, им нужно оставаться в каком-то таком боевом ритме. Когда между твоим последней точной трешкой и твоим нынешним броском прошло две минуты, очень сложно сохранить вот этот огонь-запал, который нужен иногда снайперам для реализации таких бросков. С Карри Ирвингом темп у команды был довольно быстрый, он бежит в атаку, а не идет пешочком, как Лука. И, как пример, вот у Реджи Буллака был стриг из пяти трехочков подряд в первой четверти команды. Да, потом он напромазал хуевую тучу бросков, это, конечно, было, безусловно, но при этом мне кажется, что вот именно лайнапы с Карри Ирвингом на позиции чисто разыграющего и с какими-то такими чистыми снайперами в Далласе, это прям будет очень классно. И третий момент, который мне очень сильно понравится во всем этом, да, потеря Дорина Финни Смита это существенный удар по Далласу, потому что Финни Смит был лучшим защищающимся игроком нашей команды и при этом, опять же, довольно стабильным снайпером, хотя в этом году у него с бросочком такие проблемки были сравнительные, несмотря на то, что на протяжении всей своей карьеры он трехочков всегда стабильно улучшал, вот этот вот у него чуть-чуть прогресс подсдался. Может быть, это связано с тем, что он получил первое такое очень серьезное соглашение своей карьеры, может быть, с чем-то еще, не знаю, но даже вот в этой истории я в итоге смог найти какую-то положительную историю, а именно Джош Грин и его неминуемое увеличение минут, и Джош Грин это просто такая умничка, я, честно говоря, на него плевался в его первый сезон и думал, как можно было взять Джоша Грин, когда можно было взять Садика Бея, когда он еще не был выбран, но я вынужден председать, что Джош Грин вырастает и в этом году сделал очень качественный шаг вперед, он классный, во-первых, защищающийся, очень активный руками, сколько он попил крови полу Джорджа в этой игре с Клиперс, это просто, ну, кто видел, тот поймет, назовем это так, отлично бросает, он очень эффективно это делает, то есть он на протяжении большей дистанции регулярного чемпионата там на уровне с Грантом Уильсом шел по эффективности, то есть среди лидеров ассоциаций по true shooting проценту, отлично начали заводить трехи, он, когда надо, отлично исполняет роль secondary ball handler, который может пролезть в краску за счет своего атлетизма и потом какую-нибудь такую очень хитрую передачу на дугу скинуть и он это делал там в еще одной из недавних против Юты и там у него действительно очень красивые пасы раскакивают и ему сейчас будут давать больше минут, больше ответственности, что, я надеюсь, приведет к тому, что Джош Грин еще больше раскроется и станет, ну, очень важным элементом всего этого рисунка Даллса, а этого бы не произошло бы, если Дориан Финис Смит не уехал бы в обмене, потому что, ну, Джош Грин так бы продолжал бы выходить минут на 15-20 и, ну, вообще, мог бы быть шанс, что он немножечко начал бы так завидать в виде того, что ему просто не дают больше возможностей, хотя он полностью их заслуживает. Ну, и вот эти три фактора в итоге как будто бы не то, чтобы перевешивать раканов и бомбу замедленного действия имени Карри Ирвинга, но дают мне хотя бы, знаете, повод не сильно расстраиваться всему этому и на краткосрочной дистанции, я думаю, Даллс стал намного интереснее, он точно повысил свой потолок в этом году, потому что до этого обмена я не знаю, что должно было произойти, чтобы Даллс прошел первый раунд. Сейчас, мне кажется, вот второй раунд, то есть полуфинал-конференция, как будто даже реалистичная планка для Даллс. Конечно же, зависит от матчапов, этот запад довольно сейчас непредсказуемая история, но в любом случае вот такие мои мысли, я уже чувствую, как, Жень, ты готов их разрушить своим молотом аргументов и я готов к этому буду стоять героически и слушать, что ты, тебе есть сказать, какие твои, ну, и как бы на просторах баскеток ты на тему этого обмена не высказывался, поэтому рассказывай, как тебе этот обмен, в принципе, кроме, ну, по поводу тараканов Кайри Ринга, я думаю, не стоит заострять внимание, потому что и так всем понятно, что будет вот с точки зрения игровых и с точки зрения именно перспектив его переподписать летом. Я бы, ну, вот это в первую очередь хотел от тебя услышать, какие твои мысли на эту тему. Ну, насчет игровых перспектив, если Кайри понимает, что это команда Дончича и у него нет в этом отношении никаких претензий, ну, окей, он может быть второй звездой, он это уже показывал в карьере, причем он может быть и вторым, и звездой, и иногда даже одновременно, а это то, что нужно в вашей команде, потому что иногда, ну, давай будем откровенны, я несколько раз видел, как противники поумнее даблтимят Дончича, и остальные игроки ваши не успевают разыграть 4 на 3, пока тот человек, который даблтимил Дончича, не вернется к своему. В Кайри подобный номер не пройдет, он или разыграет все, или сам завершит. Поэтому теперь понятие даблтим Дончича, оно просто будет отсутствовать вообще как таковое, а соответственно, у вашей команды будет больше шансов в клатчевые минуты. Ну, плюс, Ирвинг сам по себе, как игрок, он весьма достойного уровня, если быть очень таким критичным по отношению к нему, потому что он феноменальный дриблер, он все еще очень хорошо завершает из-под кольца, несмотря на возраст, свой там, может за 30, обычно к этому возрасту маленькие гарды уже теряют свою там, максимальную прыгучесть и так далее. Не, у него все в порядке, из-за того, что он, ну, очень ловкий, у него очень хорошо работают руки, у Ирвинга все будет хорошо в плане завершения из-под кольца еще некоторое время, поэтому с баскетбольной стороны у меня к нему вопросов не очень много. У меня есть вопрос к команде и к тому, как Даллас будет защищаться с Ирвингом и, например, Хардуэем в задней линии. Но это, я так понимаю, в западной конференции защита это не модно. Феникс, Денвер, иногда Мемфис, Даллас, все лидеры, они все играют в очень хорошую атаку и, ну, так себе защиту. Почему нет? Что касается переподписания. А вот тут, вот, понимаешь, если на баскетбольной площадке тараканы обычно не появляются, потому что их чаще всего мячом разбивают, то вот насколько ты веришь в то, что Кайри сможет держать себя в руках на протяжении года, а еще лучше двух лет, так как это минимальный контракт, с которой Кайри может быть даже согласится подписывать. Хотя я думаю, что нет и будет говорить, а, четыре года. Давайте. Ну, слушай, вот мы с Сережей и Гианом, еще одним товарищем нашего подкаста обсуждали эту тему и мы пришли к выводу, что минимум, на котором обычно Кайри Ирвинг держится, ну, на профессиональном и качественном уровне с точки зрения вот рабочей этики в новых командах это год и три месяца, потому что вот столько у него ушло в Бостоне на то, чтобы прям, ну, откровенно распоясся. В Бруклине у него первый год был сравнительно хороший и там в первую очередь на него влияли именно травмы, а не какие-то там за квартом истории, потому что, если я ничего не путаю, то история с Пузырем была на его второй сезон в Бруклине и тогда вот уже полез вот какой-то такой непрофессионализм и вот типичное мудачество Кайри Иринга под названием давайте перестанем играть в баскетбол, это изменит общество к лучшему. Если я ничего не путаю, можешь влететь и поправить меня, если это не так. Не, как раз, ну, короче говоря, не важно, это даже не важно, тут вопрос в чем, первый сезон, он же был один, он же был без Дюрента и он пытался играть, он пытался показать, что да, я тоже суперзвезда, я достоин, вот, вот все так, но потом оказалось, что немножко не того размера суперзвезда и у Бруклина не получилось ничего сделать тогда, а вот вернулся к Эйди и он более-менее терпимо себя там дальше вел, ну, недолго, но как есть. Не знаю, я думаю, что, извини, пожалуйста, я думаю, что мало кто с легким сердцем согласится дать Кайри Ирвенгу контракт больше, чем один год, но Кайри не будет подписывать такие контракты, он же рассказывал всем, как чувствует дизреспект со стороны офиса Бруклина, потому что Бруклин ему предложил, мы тебе гарантируем, мы тебе даем 30, сколько там, 35 миллионов, гарантия, ну, вот первый контракт на второй год он будет гарантирован только если мы выиграем чемпионство и у тебя должно быть сыгранных матчей, по-моему, там 66, что ли, в контракте прописано, это, ну, если нет травмы очевидной, подтвержденной нашими медиками, вот такая вот, ну, такого плана формулировка была в контракте и Кайри Иринг, конечно, после этого долго рассказывал, как его ненавидит фронт-офис, какое это неуважение к нему, как к профессионалу, ну, в общем, и много других шуток таких достойных, лучших стендаперов отпустил, поэтому я к нему очень спокойно в этом смысле отношусь, хотя как баскетболист он выше всяких похвал. По поводу вот летнего продления я хотел сказать, что главными конкурентами на подписание Ирвинга, ну, из адекватных вариантов, это Феникс, пусть там теперь его дружбан Кевин Дюрант, как будто бы новый офис, можно попробовать еще раз закарифаниться и вдвоем чего-то добиться, либо Лейкерс, потому что, опять же, по слухам, именно туда Ирвинг хотел, Калиброну Джеймсу воссоединение, борьба за чемпионство и все остальное. У обоих из этих коллективов либо не будет места в платежке летом, либо нужно будет придумать какой-то хитрый сайн-эн-трейд, в результате которого в Даллс по итогу придет либо там условный Рассел с какими-то там довесками или молодыми игроками, тот же самый Хачимура, потому что у Лейкерс, ну, прям там все пространство, которое у них остается, им по большому счету надо будет его забивать контрактами, которые они там будут продлевать по правам Берда, там, то же самому Хачимуру, на Рассела, который они получили там в обмене, но до Рассела в Лейкерс мы дойдем буквально в следующий по поводу Иринга, если договорить, то в любом случае Даллс в накладке не останется, потому что какие-то активы они получат, и в итоге, что вот эти вот Пики и Финни Смит и Дин Уиди в любом случае не будут отданы за ничего, не будет истории с, ну, как Джейлен Брансен, который просто ушел и все, потому что вроде как на рынке там пространство платежки будет у условного Сан-Антонио, и в сторону которых Кай Ривинг даже смотреть не будет. Ну и по поводу контракта ты абсолютно прав, что не будет Ривинг подписываться на летние соглашения, и сейчас вроде как по слухам между ним и Даллсом вот на первоэтапном стадии отношений между игроком и франшизой есть такая устная договоренность, что может быть мы обсудим вариант с тремя годами, но давай сначала притремся и посмотрим, как в итоге вся эта штука заработает, и три года даже в таком случае будет выглядеть довольно адекватно, потому что Кай Ривингу в конце сезона будет то ли 31, то ли 32, и такому человеку давать ну как бы трехлетний контракт, а не пятилетний, это прям будет очень сильный успех, но опять же у Кай Ривинг пять пятниц на неделе, и даже семь, наверное, а может даже восемь, зная Кай Ривинг, поэтому у него мнение очень часто может поменяться, и он снова может захотеть там пятилетний контракт, а если не будет давать, то называть это неуважением, и действительно просто реально за мид-левел уйти куда-нибудь в Лейкерс, я вообще сильно этому не удивлюсь, но в целом с игровой точки зрения контракт, точнее обмен правильный, и как я писал на хай-файве, Даллсу необходимо было делать какие-то движки, чтобы Лука Донч почувствовал то, что команда не просто стоит и наблюдает за тем, как он ломается, ведя за собой команду, ну из игроков, которые несоизмеримы по таланту со словенцем, это уж точно при всем уважении там к Булаку, Хардуэй и другим ребятам, но вот сейчас очевидно, что этот поступок сделан, все на белое, черное, как кому угодно, ну и посмотрим, сыграет ли ставка, ну а мы, думаю, давай переходить к Лейкерс и к тому, что они произвели в этот обмен и дедлайн, потому что многие начали, опять же, предъявлять, в том числе я, Пелинке, что вот, ты зажмотил пики Закаре Ирвинга, я это все оправдал тем, что Бруклин просто на тот момент хотел и имел надежду на то, что Дюрант останется, поэтому Уэсбург им брать на себя был абсолютно ненужной затеей. Сейчас уже по итогу можно подумать и заявить, что Цай немножечко простоволосился, мог иметь большее количество активов с Лейкерс, но, как бы то ни было, Лейкерс сделали свой альтернативный ход, у них всего было три обмена, ну и начнем мы, конечно, с самого вкусного, с самого жирного, в результате которого Уэсбург многострадальный покидает Лос-Анджелес и отправляется в Юту вместе с Тоскана Андерсоном и центровым Демином Джонсоном, а также 2027 года, который будет защищен в топ-4. При этом в сторону Лейкерс отправляется разыграющий Миннесоты Дианджело Рассел, а также некоторые игроки Юты, а именно форвард Малик Бизли и другой форвард Джаред Вандербилд. В этой всей истории, что поимела Миннесота, взамен Рассела они получают разыгрывающего Юты Майка Конли, а также пики второго раунда. Если быть точнее, то их было три. А если быть еще точнее, то это пик Вашингтона 2026 года. Вот такая вот тракировка между Миннесотой и Ютой произошла пиками. Миннесота отдала все пики там свои первого раунда, а Юта отдала Миннесоте все пики второго раунда, если совокупно брать там следнюю сделку Габера. Это, конечно, замечательно все, но давай, наверное, поговорим в первую очередь об игровых аспектах и кто вообще в этом трейде затащил. Ну и давай, наверное, так как мы все-таки в первую очередь о Лейкерс говорим, посмотрим на них и как тебе кажется Уэсбрук и защищенный в топ-4 пик первого раунда 2000, ну дальний пик 2027 года за трех игроков, которые должны сходу залетать в ротацию Деревна Хэма, это успех или все-таки не очень? Потому что ответ на первый взгляд кажется прям однозначным, но все ли так очевидно, Жень? Ну я не знаю, какой ответ тебе кажется однозначным, скажу тебе честно. Почему? Потому что смотри, если ты в дедлайн за пик первого раунда и плохой контракт можешь получить трех игроков основной ротации, причем двух старт, какого уровня у тебя остальные игроки? Понимаешь? То есть вот это вопрос. И если уж мы говорим о том, что да, вот там допустим, я не знаю, в андербилд будет старт и не будет, Рассел почти наверняка будет в старте, ну скорее всего. Сколько команд плей-офф Рассел бы попал в качестве стартера? Ну, до обмена карьеринга он попал бы в старт Даллас, я это могу точно сказать, наверное, выше Динвиди даже бы, я бы сказал. Кто еще? Ну тут надо, конечно, подумать. Мало ты смотрел Миннесоту, я понял. Нет, почему? Я смотрел, наверное, игр 10-15, я понимаю, что вот эта статистика Рассела, она, ну, ни о чем не говорит, потому что многие могут сказать, что у него там очень классные цифры, там, если сравнивать с другими исполнителями, опять же, что там ходить вокруг да около, конкретно, если брать цифры, у Рассела 18 плюс 3 плюс 6 в этом году, при этом у него 47% попаданий с игры, 39% из дуги, но, во-первых, насколько он плохо был в защите в этой Миннесоте, это вообще ужас на самом деле, и намного больше он приносил вреда своей команде, чем пользы, и все-таки, что он все эти цифры подправил уже ближе к дедлайну, потому что старт у него был максимально медленный, и я помню, как мы с тобой в предстартовых диагностиках с тобой радовались симбиозу Гобера и Рассела, то, что вот Рассел может там играть пик-н-ролл, и они должны отлично с Гобером сочтись, но этого не произошло, потому что Рассел слишком был эгоцентричный, он слабее начал заигрывать своих партнеров, у него в этом году одно из худших соотношений передач на потери, но при этом, как бы, если брать функционал, в котором нуждались Лейкерс, я не могу сказать, что прям Рассел для них очень плохой фит, это 100% лучше Уэсбрука, и как бы от Рассела, здесь просто Рассел никто этого позволять делать не будет, потому что Миннесоте не было такого авторитета, как Леброн Джеймс, Леброн Джеймс просто даст по рукам поговорить с Древненом Хэмом, и как бы это сразу кошелек Рассела опустить на миллион в 10-15 в следующем летом. Нужно ли ему с этим связываться? Я так не думаю, поэтому ну окей, говори, что тебе есть сказать по поводу того, что я сказал. Смотри, первый момент, ты очень правильно сказал самую главную фразу, о которой мы с тобой говорили еще летом, что Дианжело Рассел может стать лучше, они могут хорошо взаимодействовать, но мы думали, что может, оказалось, что не может. Меня больше смущает другой момент. Смотри, давай вот если вспоминать, допустим, ну давай возьмем того же Шрёдера, которого мы видим вот сейчас. Есть Шрёдер, который играл в Оклахоме, он играл рядом с Шейгюри, с Александром, с Крисом Полом. Этот Шрёдер показывал 40% с трехи, у него там было 15 очков, он смотрелся как классный игрок, он пришел в Лейкерс, и мы все помним, что было в Лейкерс. Есть Дианжело Рассел, который, играя с кем-то, играя вторую, третью опцию, он будет выглядеть нормально. Он сейчас придет в Лейкерс, его будут кормить передачами, поскольку он вообще остался единственным человеком, который будет бросать с дальней дистанции хотя бы что-то. возможно он действительно раскроется и что-то покажет, что-то получит в итоге новый контракт, может кто-то забудет, ну, бывает такое, что может кто-то забудет, как вообще выглядит игра Дианжела Рассела, но это не тот игрок, который нужен долгосрочно или хоть сколько-нибудь срочно, хоть как-то, потому что он слишком, давай скажем, своеобразен. Я сильно сомневаюсь, что такой игрок действительно будет супервостребован и так далее. Он будет полезен, давай скажем так, он будет полезен, но это не будет там чем-то сверхъестественным. Ну, слушай, сейчас очевидно, что Лейкерс, ну, не то чтобы ол-ин идут, тот факт, что они отдали пик, хоть и защищенный, говорит не о том, что некоторые свои взгляды пересмотрела Дженни Басс, которая вроде как была главной противницей отдачи будущих драфт-пиков команды, и в принципе топ-4 сохранили, это неплохая защита, и на самом деле, если вот так вот немножечко наперед забежать, то главная проигравшая сторона во всей этой сделке это Дэнни Эйндж, потому что после его летних свершений увидеть то, что он отдаст трех игроков ротации своей за один защищенный дальний пик первого раунда, как будто бы это максимально нетипичная история для Эйнджа, и как будто старичок немножечко устал, спинку надорвал летом, такой, ладно, отдохну, хрен с ним. Мне кажется, просто бы он суммарно за каждого из них в теории от каких-нибудь команд мог бы получить пик первого раунда, если бы он проворачивал сделку после обмена Дюранта, потому что, я думаю, больше был бы запрос на Вандербилта, как человек, который там, ну, конечно, против Дюранта не защитится, но хотя бы там на минутах 5-10 его против него поставить, и какие-нибудь западные коллективы, которые находятся повыше бы, за Вандербилта были бы готовы отдать там какой-нибудь тоже защищенный пик первого раунда. То же самое касается Конли, потому что на рынке присутствовал Клиперс, которые, мне кажется, могли бы, ну, может быть, не пик первого раунда дать, но, как показала практика, много пиков второго раунда, вполне себе это им было по силам. Поэтому вот Эйнджи тут продешевил. Если возвращаться к Лейкерс, то Пелинка идет ол-ин. Большая ставка идет на этот сезон, потому что ему абсолютно пофиг на то, что Рассел будет свободным агентом летом. Если надо будет переподпишется, если не надо, уйдет в освоясь, и, может быть, какой-нибудь сайной трейд намудится, и, может быть, даже Лейкерс получит более нужных себе игроков. Потому что, мне кажется, в кулуарах офиса Лейкерс понимают, что если Лейкерс в этом году не выйдет в плей-офф, не то, чтобы в плей-офф, а именно вот конкретно в плей-офф, то Леброн Джеймс просто летом попросит обменять его в какую-нибудь команду, которая более конкурентоспособная. Потому что все видят, насколько для Леброн болезненны вот эти поражения команды. Все видят его какие-то завулированные смыслы в его интервью, в его каких-то фразах, твитах о том, что, как бы, ну, ребят, давайте помогайте мне. Да, Леброн закрывает глаза на то, что он сам не защищается от слова совсем. И даже вот в этой игре, в которой он побил рекорд Карима, я насчитал, как минимум, три или четыре владения, где он, ну, максимальную пассивность показывал в обороне. И когда, да, он стоит там в роли подстраховывающего, но при этом, когда кто-то лезет под кольцо, он даже шага не делал. И то есть с Леброна тоже, как бы, нужно спрашивать за это. Нельзя это аргументировать тем, что старику 38, он выкладывается в атаки, поберегите его в обороне. В обороне надо хоть что-то показывать, например, в том числе ребят, которые уехали в лице Тоскана Андерсона и Джонса. Да, они там слабо играли, но, как бы, опять же, я первую фамилию, которая в голову пришла, говорю. Леброн нужно будет выкладываться так или иначе. Может быть, сейчас он будет делать это больше после того, как вот этот вот груз с плеч в виде рекорда Карима Абдулджабара пройден. И, может быть, сейчас он как-то более сбалансирует свою игру и в сторону обороны. Может быть, хоть что-то там будет показывать, будет больше давать там владение Энтони Дэвис, который в последнее время немножечко под зачах. Опять же, Рассел на себя способен взять большое количество бросков. Малик Бизли является довольно таким волиум-шутером, назовем это так. И в целом пилинг идет ол-ин, поэтому я могу его понять, потому что, как бы, с Расселом вопросы надо будет решать летом, но этим летом могут быть вопросы гораздо серьезнее. А для того, чтобы их не возникло, надо сейчас показывать результат. В целом, я еще вижу этот обмен для Лейкерс удачным, потому что самая большая хиллесовая Лейкерс была, это, конечно же, их трехочковый бросок. Ну, помимо обороны, конечно, про оборону, опять же, как мы говорили с тобой, в блоке продала с западной конференции просто решила забить на слово защита и чисто играть в атаку и игры там со счетом 140-130 и что-то типа того, кто кого перебросает. У Лейкерса 24 попытки с 3 и 26 реализация, меньше 34%. В итоге они получают Рассела, который, да, при всех его огрехах, но в этом году показывает 39% на 7 бросках и, в принципе, я не вижу предпосылок для того, чтобы у него было меньше бросков в составе Лейкерс. Также, помимо этого, получают они Вандербилды, который возьмет на себя минуту условного Уэйна Габриэла, который там будет неплохим, таким страхующей четверкой, как раз таки выполнять вот эти вот функции, из-за которого я ругал Леброна, ну, конкретно по поединку с Оклахомой. И, в целом, такой неплохой запасной, большой. Я не думаю, что он будет выходить в старте. Я думаю, эту роль будут оставлять Хачимуре, хотя, по делу, надо было бы, наверное, для баланса какого-то все-таки Вандербилда. В старте Хачимур на скамейку для того, чтобы, опять же, баланс между атакой и защитой соблюдался и в старте, и на скамейке. Ну, и также Малик Бизли, у которого, да, последние два сезона с точки зрения эффективности довольно жижненькие, потому что меньше 40% он бросает с игры, меньше 38% и с дуги. Для профильного шутера это как будто бы хреновенько, но при этом что-то мне подсказывает, что в Лейкерс у него будет больше спейсинга, следовательно, качество трехочковых должно улучшиться и, следовательно, процент должно подрасти. И, следовательно, я думаю, что у Лейкерс будет гораздо лучше с пространством в атаке, с бросками из дуги, и это может как бы немножечко освободить всю эту атаку. Да, потеряли шестую свою опцию в лице Уэсбрука, но, я думаю, найдутся люди, которые возьмут на себя это бремя. Тот же самый Дэнни Шрюдер вполне по силам ему это сделать. Поэтому, ну, для меня этот успех, я не ожидал такого от Пилинки. Я, честно говоря, думал, что обмен будет у него вот что-то вот на уровне с Хачимурой, вот который обмен я совсем не понял. Но при этом стоит отметить, что Пилинк вот эти те три драфт-пика второго раунда, которые он отдал за Хачимур, в принципе, вернулся обратно, потому что, помимо вот этого большого обмена, Лейкерс также еще две мини-сделки произвели. Во-первых, они отдали Томаса Брайанта, который в итоге оказался недоволен сокращением игрового времени после возвращения Дэвиса в строй, после прихода вундербилда в команду Хачимуры и хотел перейти в команду, где он получит больше значимую роль и в итоге уходит он в Денвер, который в ответ дают как раз те самые три драфт-пика второго раунда, которые Лейкерс отдавали в сделке с Хачимурой и также получают форварда Дэйвена Рида. Лейкерс получит от наггетс выборы во втором раунде в 25, 26 и 29 годах. Ну и также Лейкерс еще стоит отметить еще один обмен произвели, они меняют Патрика Беверли в Орландо на Мобамбу, при этом они доплачивают одним пиком второго раунда и ну что-что, а Мобамба точно поднимет боевой дух команды, ну если вы поняли о чем я боевой драк, ну короче ладно, поняли эту шуточку, но в целом, конечно, мне кажется, что работу пилинки на вот этом флажочке скорее надо занести в плюс, чем в минус, хотя я думаю, как бы игра Лейкерс сможет меня как-то разубедить в этом буквально через игры 10, но в целом, Мобамба на роль запасного второго подходит отлично, в сделке Томаса Брайанта скорее всего был просто как бы активно-копительный сделка, а не то, что они в Дэвине Риде что-то разглядели. Что у тебя по поводу вот этого всего есть? Томас Брайант, сейчас секунду, Томас Брайант запросил обмен, потому что это его запрос, он сказал, что я, к сожалению, не получаю минут, если можете, обменяйте меня, пожалуйста. его обменяли, то есть это был жест доброй воли со стороны Лейкерс. Ну, три пика второго раунда, это такая добрая воля, которая купилась. Да, они хорошо заработали, но это не инициатива Пелинки. Он нашел, где получить за него пики, вот тут молодец. А насчет сделки по трехсторонке вот этой с обменом Уэсбрука, смотри, Уэсбрука 47 миллионов. По-хорошему, если бы шел прямой обмен Уэсбрука на активы Юты, то вместо Дианджела Рассела Лейкерс могли бы получить Майка Конли. И единственная разница принципиальная между Расселом и Конли, там это, во-первых, 9 миллионов зарплаты, во-вторых, то, что у Майка Конли на следующий год есть частично гарантированный контракт. Но по игре я даже не знаю, есть ли смысл говорить, что Конли сейчас в качестве плеймейкера в разы интереснее, чем Дианджело Рассел, и он меньше вредит в защите. Поэтому, понимаешь, вот они вписывались абсолютно спокойно, три игрока Юты против Рассела и поскольку Юта получила всего-навсего один пик от Лейкерс, то, скорее всего, Эйндж был готов, но кто-то убедил Пелинку или Пелинка убедил сам себя, что лучше вместо Конли получить Дианджело Рассела. И если он так себя убедил, ну, окей, но я это не считаю сильной сделкой. Я не считаю, что разница между Конли и Расселом для этого Лейкерс такая большая. Даже я склонен, честно говоря, к такое непопулярное мнение, что Рассел для этих Лейкерс даже бы больше подошел. Да, Конли на уровне... Объясняю, почему. Конли, безусловно, на уровне регулярного чемпионата в защите гораздо сильнее, чем Рассел. 100%. Но при этом, если Лейкерс выйдет в плей-офф, что до сих пор под большим вопросом, то Конли, как прошлый плей-офф показал и серия противдался, все равно будет слабой точкой команды, в которой будут бить, бить, бить и еще раз бить. Какая разница, куда будут бить в Рассел или в Конли? Потому что, на мой вкус, если они будут вот именно центром атаки соперников, то они будут плюс-минус одинаково бесполезны, назовем это так, и одинаково отрицательны для своей команды на своей половине паркета. При этом, Конли, как ты сказал, что он больше в плеймейкинг, а не в скоринг? То есть, по твоей идее, если бы Лейкер себя выменивал Конли, то Леброн бы больше уходил бы в сторону игры без мяча, или, как бы, Конли больше бы уходил в сторону кетченшут игрока? Потому что, именно под роль такого шутера, который с получения получает мяч на дуге, забрасывает, Рассел гораздо больше подходит. Мне кажется, Конли под это не особо сильно, а я не могу представить себе вот в этом году, что у Леброна прям очень сильно мяч отжимают. Какое у тебя было бы видение игры вот совместное у Конли с Леброном в одной команде? То есть, кто был бы более доминантным на мяче, и как бы тогда бы второй игрок был бы заигран? Помнишь, Лейкерс очень долго искали человека, который поможет разгрузить Леброна в плане владений, который может дать ему отдохнуть одно-два владения в атаке и сам что-то организовать? И опять же, ты говоришь про плей-офф, ты абсолютно прав. В плей-офф будет все равно. Но до плей-офф что-то надо дойти. А мне послышалось или ты сказал, что Конли в регулярке был бы лучше? Ну, с точки зрения защиты, если мы говорим. Я говорю, что он меньше игранопракетин. С точки зрения в целом для команды. Ну, в том числе, да. Просто, понимаешь, опять же, я сужу, может быть, в какой-то степени узко и специфически по тому, какой вклад Рассел делает на своей площадке и на своей половине и игрой в атаке. И мне кажется, что он вот он вреден для командных взаимодействий, для того, чтобы... Потому что он выключается после первого же эпизода в защите. Вот я не знаю, насколько слушатели в курсе. Ну, короче говоря, вот допустим, есть атакующая команда ставит заслон. Игрок защиты по идее должен этот заслон преодолеть. И дальше команда атаки делает второе действие. Вот Рассела мы потеряем на первом же действии. Вот я об этом говорю. А действий в атаке каждая команда производит достаточно много. И проблема в том, что Рассел выключается всегда. Да, в этих Лейкерс выключаются все. И ты абсолютно прав. Ты так сказал, Леброн 3-4 раза. Я думал, ты скажешь, он 3-4 раза включился и пытался вспомнить, когда же он вообще включался. А ты говоришь, 3-4 раза постоянно. Ну, я говорил про именно... Я имел в виду именно конкретно подстраховку. Так-то, что Леброн как стоячего обходит в том числе. Он под кольцом стоял. Он даже шага не делал к тому, что это хорошо или плохо. Я к тому, что... Вот это факт. Оценивайте его как хотите. Но он не играл в защите. Он стоял в защите. Он находился просто под дыркой непосредственно и ждал, когда ему выпадет мячик из кольца, чтобы идти в атаку. Как бы не совсем то, чего ждешь от суперзвезды. Слушай, по поводу Рассела и Конли мы с тобой, мне кажется, достаточно подробно прошлись. Я предлагаю вот другие аспекты вот этого трехсторонки и деятельности Лейкерс погрузить. И я давай в таком экспресс-формате я задаю вопрос, ты отвечаешь, я там дополняю немножко. Следующий вопрос. Первый вопрос, выскажи вот конкретно свои мнения по размену с Орландо. Беверли на Бамбу где видится ли это каким-либо шагом в правильном направлении? То, что там усилили фронткорд и может быть отняли еще одного защитника у Хэма, у которого прям фетиш есть на игру с тремя разыгрывающими Леброном и Дэвисом и нравится ли тебе этот обмен или для тебя это обмен ради обмена, который особо сильно ничего не поменяет для Лейкерс? Я не знаю, зачем им Бамба нужен, но если они считают нужным окей, Беверли будут выкупать, судя по тому, что я читал, поэтому скорее всего Лейкерс действительно захотели Мобамбу и захотели настолько, что отдали единственного человека, который хочет играть в защите хотя бы иногда. Ну, окей. Ну и при этом единственный человек, с которым в теории Антони Дэвис может вот реально заигрываться не в четверке, а не на пятерке, и как мы все знаем, Дэвис это предпочитает и как бы там и здоровее, и функциональнее выглядит, поэтому Бамба добавляет какой-то такой вариативности Хэму, не факт, что он, конечно, ей будет пользоваться, но посмотрим. А по поводу Беверли, да, ты прав, что на выкуп он стоит и вроде как Миннесота, вот как раз таки хочет его себе забрать. К слову о Миннесоте, как для Миннесоты ты видишь этот размен, потому что в целом я думаю, что для них это победа, потому что Рассел здесь особо сильно вот с точки зрения того, что от него требовалось, не прижился. Миннесота этим ходом как бы заявляет о том, что да, ребята, мы все еще та команда, которую отдали очень много активов за Габера, но мы не сдаемся, мы считаем, что эта идея будет работать и мы сделаем все для того, чтобы облагородить французского центрового. Дают ему разыграющую, с которым он провел два года своей последней карьеры до прихода Миннесоту и с которым у них налажена взаимосвязь. Конли по статическим всяким метрикам с Габером был довольно плюсовой связочкой. Конли регулярно французского большого кормят и с точки зрения вот именно заигрывания Конли это успех для Миннесоты и к тому же, опять же, они смогли получить даже какую-то драфт компенсацию и то есть, если Лейкерс для меня видится таким вот самым большим игроком в этой сделке, если это для них наверное польза самая большая, опять же, мы с Женей, видимо, чуть-чуть не согласны видения этого трейда, но вот с Миннесоты они разменяли Рассел, который для их команды был вреден, для Конли, который в теории может быть для них полезен, еще к тому же три драфт пика второго раунда получили, которые для них это как реально глоток свежего воздуха на фоне отсутствия вообще каких-либо драфт активов в будущем, что позволит в дальнейшем как-то с этой гибкостью расправляться. Согласен ли ты со мной и какие у тебя ожидания от Майка Конли в Миннесоте? Я с тобой согласен, главный победитель сделки это Миннесота, но согласен со всем, что ты сказал, потому что мы с тобой говорили о том, что это важно, чтобы с Габера заигрывали. Конли отлично знает, как это делать, у него большая практика, они хорошо взаимодействовали, было масса статистических параметров, которые показывают, что с Конли просто прекрасно все выглядело уютой последние три года. Ну, в общем, с этой точки зрения ничего не буду там дополнять, ты абсолютно прав. Я бы назвал главным победителем этой сделки Юту, потому что вот, знаешь, это как у Короля Шут, разбежавшись, прыгну со скалы, вот это вот у них сейчас был такой классический нырок за Винбаньямой, потому что Эйнж отдает в сделке трех игроков основной ротации, то есть не просто трех игроков ротации, трех игроков в основной ротации, двух стартеров, понимаешь, и Вандербюта, который, ну, как бы, ну, может, не двух стартеров, Бизли не так часто стартовал, но он отдает игроков, которые Бизли много набирал, то есть он отдает игроков, за счет которых Юта держалась на плаву, понимаешь, и это, но самый лучший момент, что он отдает именно Конли, потому что только с Конли на паркете вот это Юта, я понимаю, что никто никогда в жизни не смотрел статистику сливающей вроде как команды, но только с Конли на паркете вот это Юта была сильно плюсовой в атаке и около нулевой в защите, все остальные комбинации были или слабо плюсовые, или нулевые в атаке и получше в защите, Конли очень много делал для этой Юты, и поэтому его появление, его уход, это серьезное такое движение в сторону в Винбаньям, поэтому ты когда говоришь, что не может быть, чтобы Эйндж проиграл трейд, отдав всего так много, это все задумано, вот так и задумано, поверь, Эйндж просто так ничего не делает, я уже в этом убедился не один раз. На мой вкус, это херово задумано, потому что если Эйндж сейчас собрался опускаться за Винбаньямой, то это максимально поздно сделано, потому что у Юта 27 побед для сравнения, у Хьюстона 13, у Сан-Антонио 14, у Детройта 14, у Шарлот 15, и как бы можно надеяться, конечно, что там Лига увидит и как-то там подшаманит результат лотереи и даст первый пик Юти, но я в это не верю абсолютно точно, если кому-то будут заблагонамеренно отдавать пик, то это 100% будет либо Попович, либо Шарлот, я в этом убежден, потому что как бы по поводу Поповича все понятно, Бог любит Троицу, Робинсон, Данкан, Бимбаньяма, по поводу Шарлот для меня тоже довольно очевидно, ну, для кого-то не очень, что как бы маркетинговый потенциал у связки Ламела Болл Виктор Мивбаньям будет запредельный, и это будет только ну, на руку НБА, может быть я ошибаюсь, но Юти здесь никто не намерен давать там высокий пик, ну, точно там специально, и шансы опуститься там ниже пятой или шестой позиции с конца у Юты, я бы назвал около нулевой, с таким Марканином, плюс сейчас, окей, уходит, Майк Конли дадут минуты Кольну Секстону, может он начнет что-то адекватное показывать, конечно, на командные взаимодействия это 100% отрицательно отразится, тут я как бы не ожидаю то, что Секстон сейчас такого pass first игрока превратится, нет, просто будет опять же такая типичная для запада попигушка, где мы наберем там столько, то вы нам забьете чуть-чуть больше, поэтому все равно я считаю, что Энж должен был выжимать за этих трех игроков гораздо больше, чем он получил, и если бы у этого пика не было бы защиты, хрен бы с ним, вот честно говоря, потому что это прям Лейкерс в 27 году, я прям представляю, какие там будут руины, но при этом теперь у Лейкерс все будет в руках, чтобы быть просто худшей командой, и тогда они с четверки вообще никак не вывалятся, и они просто будут очень жестко сливать, чтобы этот пик сохранить, поэтому все равно я с тобой не соглашусь, и считаю, что Энж тут очень жестко не докрутил. Последний момент по поводу всего этого обмена, Уэсбрук стоит вроде как на выкуп, конечно, пока ясности, где он окажется, не будет, если только какая-то новость во время записи нашего подкаста не появилась, я проверяю, вроде нет, и вроде называют три главных кандидата в Клипперс, Чикаго и Майами. Как тебе кажется, где он окажется, и где он в теории мог бы принести наибольшую пользу, если он вообще может на данном этапе карьеры пользу приносить? Вот очень верное уточнение в конце вопроса насчет может ли. В теории может быть и может, я не знаю кому и какую, поэтому я очень спокойно отношусь к будущему, так сказать, и Рассела, Весбрука, мне все равно, где он будет доигрывать, лишь бы он не мешал людям играть в баскетбол. Вот и все. Рассыграет где-то, хорошо, подпишет куда-то, отлично, пусть будет там, то есть лишь бы это не было, знаешь, вредно для других команд, которые что-то всерьез хотят вообще в этой лиге. Я не совсем понимаю логику Клипперс, потому что они плюс-минус такого же, мне кажется, ожидали от Джона Уолла, в итоге его сейчас, мы об этом поговорим, но его в команде больше нет, и вообще не понимаю логику Клипперс. И вроде как Кавай и Пол Джорджи очень сильно заинтересованы, Пол Джорджи все еще свежие воспоминания от совместного выступления с Уэсбруком в Оклахоме, я не уверен, что это то, что нужно Клипперс. Вот мне кажется, самая адекватная связка бы между Уэсбруком и командой была бы в Чикаго, и да, это был бы максимально анти-современный баскетбол с Де Роузеном, Лавином и Уэсбруком, но просто в составе Чикаго абсолютно некому разыгрывать, и это критично для команды, Дасунму пытается, но не получается, Лонзе Болл сломан, видимо, до конца сезона, и как бы на безрыбье Уэсбрук разыгрывающий, поэтому, мне кажется, с точки зрения каких-то перспектив, опять же, доказать свою профпригодность, набить статистику, что Уэсбрук, безусловно, любит, мне кажется, тандем с Чикаго выглядит самым предпочтительным, но мы, конечно, посмотрим, как в итоге вся история завяжется, потому что Майами тоже серьезно заинтересован, посмотрим, но будет, конечно, интересно за этим наблюдать, и вообще рынок свободный, ну, рынок выкупленных контрактов, как я говорил, будет очень насыщенный, и это будет, там, выпуск, наверное, у меня через неделю, с кем-нибудь, обязательно обсудим всех выкупленных и подписанных, и как они влияют на шансы команд, ну, а пока мы перетекаем в другую команду Лос-Анджелеса, а именно Клипперс, которые на флажочке провели три сделки, самая, наверное, такая главная и хайповая, назовем это так, была многосторонней сделкой, в результате которого Эрик Гордон возвращается в команду, в которой начинал свою карьеру в 2008 году из Хьюстона, при этом в этой сделке разыграющий Клипперс Джон Уолл отправляется в Хьюстон Рокетс, где я ожидаю, что его контракт выкупят во второй раз за год, Хьюстон также получит право обменять пик первого раунда Милуоки на пик Клипперс, и вроде как Клипперс, скорее всего, ниже Милуоки будет, поэтому для Хьюстона здесь очевидна польза от этого обмена. Третьей стороной в сделке стал Мемфис, который отправит в Хьюстон форварда Дэнни Грина и получит от Клипперс защитника Люка Кеннерда, и в результате всей этой сделки также еще Клипперс получит от Гризлил три пика второго раунда. Вот, давай, наверное, тогда сначала на этой сделке сосредоточимся, как тебе она. В принципе, если так вот, я вкратце скажу, на мой вкус довольно прикольно, потому что Клипперс особо сильно ничего на драфте не потеряли, даже скорее приобрели, потому что именно, я думаю, будет по барабану выбирать какими, 20-ми или 25-ми, особо сильно разницы это не сделает, но при этом они получили три таких разовых актива в виде пика второго раунда, который в дальнейшем можно будет как-то использовать. Ну, а Гордон должен усилить шутинг команды, с которым в целом у Клипперс в этом году было стремновато, добавить, опять же, боевую мощь из-за дуги и в целом как будто бы это правильная сделка. Согласен ли ты со мной или ты считаешь, что Эрик Гордон в Клипперс не приживется? Ну, его давно туда схватали. У меня как бы есть теория насчет того, что Клипперс сделали, но я не знаю, насколько она верна, поэтому я ее излагал только у себя. Не хочу просто смущать твою аудиторию, а вдруг это там не совсем отвечает их представлениям. Что касается Эрика Гордона, понимаешь, меня единственное, что смущает. Последние 4 сезона он пропускал с травмами матчей 30. И до сих пор он играл много-много игр. У него было 47, по-моему, матчей сыгранных. И я все жду, когда же эти 30 матчей наступят, когда же будет та травма, которая выбьет его на 2 месяца из игры. И очень не хочется, чтобы это происходило, но это Эри Гордон. И у него есть книжка. Ой, извините, это не книжка, это медицинская карта. Ну, но размером она с книжку, с хорошую такую книжку. Поэтому вот это меня смущает. Все остальное я считаю, что сделано правильно. Да, они отдали Кенарда, но у них есть идея из-за этого. И Кенард выпал из ротации у Тайрона Лью, и они, скорее всего, хотят, чтобы Гордон занял это место, и поэтому вот этот размен пошел. Джон Уолл, ну, это иронично, вернуть его в Хьюстон после всего, что он наговорил про Хьюстон. Вернуть его туда, это прям, это прям здорово. Говорят, что Хьюстон выкупает обоих, и Уолла, и Дэнни Грина, и будет вот тут, ты в следующий раз пообсуждаешь насчет Грина, может, даже насчет Уолла. А по поводу Кенарда в Мемфис, по-моему, вот это наиболее выигравшая сторона. И единственное, что у него контракт еще, по-моему, на три года, но Мемфис это не смущает, потому что контракт там вполне себе приличный. И я думаю, что вот Мемфис оказался в плюсе больше всех. насчет Эрика Гордона. Знаешь, я не очень себе представляю, каким образом Клиперс, отдавая Джона Уолла, получают себе игрока, которого они хотели, и еще три пика второго раунда. Ну, я понимаю, что Мемфис захотелось получить себе Кенарда, и они что-то для этого придумали. Но забавная ситуация. Очень забавная. Касаемо Мемфиса, абсолютно ты прав, потому что у них в команде вот, если чего-то не хватало, то именно каких-то таких профильных шутеров, потому что Дэнни Грин, при всем уважении, уже на больших объемах не способен выступать скорее как такая опция со скамейки, с опытом. А помимо этого, ну, в команде, наверное, только Десмон Бэйн есть с больше, чем шестью попытками, при этом с хорошим процентом 43. У Кенарда в этом плане все очень хорошо, то есть в те отрезки, в котором он выступал, у него 45% попаданий из дуги, при том, что играл он 20 минут и бросал 4-3, и это вот именно то, чего Мемфису действительно не хватало, и за это как будто бы ничего страшного, что они там пики второго раунда отдали Клиперс. Клиперс это тоже выигрышная сделка, потому что Кенард это такая опция на регулярку, которая вот может решить вот проблемы с профильным шутингом, но в плей-офф Кенарда сильно не заиграешь из-за его дырявой защиты, а вот Гордон короткий более универсальный товарищ, который в принципе зарекомендовался очень давно на уровне плей-оффа, я думаю, что там трехлетнее отсутствие в играх на вылет не сильно сказалось на его котировках в данном аплуа, поэтому Гордон должен вот именно что дать Клиперс дополнительную опцию на серьезных минутах в плей-офф, если опять же, как правильно Женя отметил, здоровье не подведет. Ну а по поводу Хьюстона получили по большому счету наверное пик повыше на драфте и двух игроков, которые отчислят сразу же и отправят в своясь. Следующая сделка, которую Клиперс провели, это обмен с Шарлотт, в результате которого Клиперс отправили туда Реджа Джексона, а взамен получили Мейсон Пламли. Поправь меня, Женя, если я не прав, но если по той информации, которую я читал, вычитывал, никакие даже драфт-активы не были замешаны во всей этой истории, то есть отдав по большому счету другого игрока, который выпал у Клиперс в последнее время из ротации в лице Реджа Джексона, они получают себе Мейсона Пламли, человек, которого давно хотели, ну не конкретно Пламли, а именно что вот большого игрока, который способен выйти на, заменить Ивицу Зубаца, потому что на подмене у Зубаки на протяжении всего сезона был Мозес Браун, который, ну при всем уважении, это не уровень там, ну даже, наверное, регулярного чемпионата в некоторых играх, а Пламли дает, опять же, опцию с точки зрения того, чтобы дать Зубаки передохнуть и при этом большой с пасом и в Клиперс, как в команде, без какого-то правильного разыгрывающего, именно вот командное взаимодействие и какие-то вот мини-пасы от всех игроков, от всей пятерки, которая находится на паркете, вот в этом плане Пламли будет очень полезным товарищем для Клиперс, ну и стоит, конечно, отметить по поводу обмена, что Шарлот вроде как Редж Джексона сразу будет выкупать и тот тоже отправится на рынок свободных агентов и будет в итоге подписан кем-то, кто там будет бороться за плей-офф, за чемпионство, может быть нет, посмотрим. Ну вот по поводу Пламли в Клиперс, какие твои мысли, солидарен ли ты со мной или на твой вкус Мейсон особо даже пользы для Клиперс не принесет? Ну, понимаешь, судя по тому, что Шарлот получили пик второго раунда 28-го года, то это была идея Клиперс. То, что Джексона выкупают, да, скорее всего, и вот может быть он в Лейкерс бы и пригодился, но теперь уже, наверное, нет. Если серьезно, Пламли действительно нужен. Я подозреваю, что концепция, которую Клиперс хотят применить, она требует наличия второго центрового в ростере, и поэтому они идут на то, чтобы получить себе такого игрока, который в этом сезоне достаточно активно играет, активно, я имею в виду, он много делает на паркете, то есть обычно это не роль Майсона Пламли, но вот сейчас, да, сейчас он играет, сейчас он двигается, он активен, он относительно полезен, он неплохо видит площадку, то есть он, конечно, не йокич, но простые передачи он может отдать, а это как раз то, что надо, как ты правильно заметил, поэтому я вполне понимаю, зачем это сделано, единственное, что я не понял, почему Реджи Джексон, то есть там похоже, что он знал о том, что его обменяют чуть заранее, но Реджи достаточно долго был в клиперс в завершающей пятерке, там я, честно говоря, ну, может быть, я игнорировал просто те слухи, которые отправляли его куда-то из клиперс, и для меня вот обмен конкретно на Реджи Джексона был, конечно, некоторым, ну, скажем, с удивлением встречен, ну, посмотрим, что из этого получится, идея у клиперс, конечно, есть, я просто не знаю, насколько она рабочая, но посмотрим, что будет, а насчет того, что Реджи Джексона выкупят, почти наверняка его выкупят, потому что сейчас команды, ну, стараются не ссориться с агентами, и если игрок просит выкупа, то идут просто на сделку и все. Ну, и тут стоит отмечить, что на самом деле главным победителем вот этих всех выкупов по большому счету, как я говорил ранее, в выпуске будет Чикаго, у которых есть большущая проблема на разыгрывающем, то есть, если не получится с Уэсбруком, можно взять себе Уолла, ну, если не получится с Уоллом, можно на худой конь взять себе Реджи Джексона, поэтому посмотрим, где эти ребята окажутся, но я думаю, из этой троки точно кто-то в составе Буллс окажется, Реджи скорее будет вот третьей опцией, если мы берем конкретно чистых разыгрывающих, но если кому-то нужна будет опция забить там 10 очков со скамейки, то там Реджи, наверное, для кого-то тоже будет полезен. Последняя сделка, которая не оставила Клиперс без профильных разыгрывающих, это их обмен с Денвером, в результате которого Боунс Хайланд отправляется в стан парусников, а взамен Наггетс получает выбор во втором раунде на драфтах 2024-2025 годов. Вот эта сделка как будто бы у меня вызывает наибольшее количество вопросов со всех сторон, то есть со стороны Денвера, наверное, у меня нет никаких претензий, потому что все-таки игрок вроде как немножечко поднимал проблемки в раздевалке из-за того, что на его взгляд ему дается недостаточно количество владений, ломал командную игру, брал на себя слишком много и хотел просто попасть в команду, где ему предоставят эти самые возможности. И сейчас он попадает в Клипперс, которая также по таланту напичканная команда, где бросков у Хайланд если даже вообще их будет не меньше, чем в Денвере. И при этом как бы зачем это Клипперс, я тоже не понимаю. Чтобы просто у вас был чисто профильный разыгрывающий, пламли нужно получать, единственный контракт, который проходит там один в один это Реджи Джексон, видишь ли ты логику в этом обмене и можешь ли ты помочь мне ее найти, если опять же и видишь, что она тут присутствует. Помоги Марку найти логику в обмене. Да-да-да, хорошая игра. Жалко, что редко мы в нее играем. Смотри, значит, первый момент, как бы это смешно не звучало, но в контексте всех этих обменов Клипперс экономят прилично денег. Потому что зарплата Хайленда это 2 миллиона, зарплата, которая, ну, которая им нужна. А он молодой игрок со скамьи. Он знает, что пока Хайленд это, ну, это игрок на вырост, так сказать, на перспективу. У него нет причин сейчас желать себе роль в старте. Он не имеет ни скиллов, ничего. И, может быть, попав в Клипперс, а точнее, будучи изгнанным из лучшей команды Запада на сегодня, он сделает какие-то выводы и начнет над собой работать, потому что по сути он, ну, сделал все для того, чтобы его уволили фактически из Денвера. Тут просто профсоюз игроков так сработал, что тебя, если тебя увольняют, у тебя остается зарплата твоя. Но это второй момент. Если есть кто-то, кто хочет тебя подобрать, ты уходишь просто туда. Но я надеюсь, что Хайланд найдет, ну, скажем так, сделает выводы, найдет в себе силы покопаться и разобраться, почему так произошло, что случилось, почему он теперь в Лос-Анджелесе играет. И для Клипперс почему это значимо? Потому что они получают молодого игрока на будущее. Если Хайланд разовьется стартового плеймейкера, отлично. Если не разовьется, они ничего вообще не потеряли, у них никаких проблем там, собственно, нет с этим обменом, они просто получили, причем они даже не за пик первого раунда, как Денвер собирался, как Денвер выпрашивал у всех пик первого раунда за Хайланда, любой. Два вторых, нормальный совершенно обмен. С учетом того, сколько отдали пиков второго раунда за краудера, как ты думаешь, какова цена бонса Хайланда? Ну, если с такой стороны смотреть, то да, действительно, это успех, и на самом деле этот вообще день стал мемом, потому что мы даже в дальнейшем сейчас поговорим о сделке, где было какое-то бешеное количество пиков второго раунда задействовано, вот реально. Мне кажется, в среднем в сделках вот сегодня было три пика задействовано, и вот на таком вот рынке действительно получить молодого игрока на двух пиках, это успех, я с тобой соглашусь. Вопрос в том, что нужен ли вот Хайланд был прямо сейчас, и можно было бы его лет наверное дешевле получить, с другой стороны Наггетс бы не стали бы ждать с решением от вопроса до лета, а дали бы Хайланд окунать в условную Миннесот, которая вроде как тоже в нем была заинтересована. А по поводу в целом перспектив Хайланда, я вообще на одном из стримов своих говорил, что мне видится у него атакующий потенциал, ну вот, может быть даже на вот уровне каких-то вот таких разыгрующих, которые там могут стать там третьей опцией в хорошей команде, ну там от 16 до 20 очков в среднем за игру вполне себе. Хайланд рекомендовался как именно такое, вот именно с точки зрения шутинга, у него дичайшие есть проблемы сейчас с завершением в краске, но самая большая его проблема это конечно игра в обороне, и вот если с завершением в краске с возрастом я могу увидеть, что там Хайланд либо какие-то более хитрые приемы будет обучать, научится там флоутерам, каким-то завершением с двух рук и разным другим всяким приблудом, то вот с защитой, вот с такой антропометрией боюсь это будет невозможно, и поэтому насколько высокий потолок у Хайланда вообще, ну не знаю, именно вот высокий потолок с точки зрения борьбы в плей-офф, я думаю, что Хайланд всегда будет проблемой для своих команд в играх на вылет, и поэтому я не уверен, что как бы тут сильно нужно заручаться на то, чтобы там из него что-то прям такое прикольно взрастить. С другой стороны, опять же, у Клиперс не было особо молодых талантов, да, там есть всякие Биджей Бостоны, Амиры Кофи, но при этом как будто бы это чуть-чуть не то, а из таких более-менее адекватных вариантов, вот Терр дополнение к Терренсу Мэну появилось, может быть даже это действительно их бэккорд будущего, посмотрим, но вот с точки стороны то, что получить Хайланда за два пика второго раунда, ты убедил меня в принципе это сравнительно успешно, сделка выглядит на бумаге, посмотрим теперь как Клиперс будет пытаться вырастить вот этого талантливого игрока, и что из него получится. По деятельности Клиперс есть ли у тебя что-либо добавить или едем дальше? Поехали дальше. Поехали дальше и предпоследним пунктом нашего сегодняшнего подкаста будет четырехсторонняя сделка, да, действительно, вот такая вот тоже бывает, в результате которого произошло следующее. Защитник Портленда Гэри Пейтон второй возвращается в состав Golden State, где он стал чемпионом Монба в прошлом сезоне, при этом Warriors передают Blazers пять пиков второго раунда, вот то, о чем я говорил, и форварда Кевина Нокс, который они получили в результате обмена с Детройтом, в результате которого эти пики были получены, а Джеймс Уайзман в свою очередь улетел в Детройт, а в Атланту уехал в Садик Бэй. Надеюсь, я никого не запутал, но мы сейчас, опять же, все подробно по командам все это разберем. Давай, наверное, начнем как бы с самой хайповой команды среди этой четверки, само собой, разумеющейся, это Golden State. Как ты видишь вот этот вот размен Джеймса Уайзмана на Гарри Пэйтона, нравится ли он тебе и видишь ли ты смысл в возвращении Гарри Пэйтона в Golden State, потому что, честно говоря, для меня как будто бы есть вопросики при существующем Донте Девинчензе. Ну, как бы, мы с тобой точно согласились в том, что Джеймса Уайзмана нужно было сливать прямо здесь, прямо сейчас, хоть за что-то. С этой задачей, в принципе, они справились на ура. Не кажется ли те, что за Уайзмана можно было получить что-то больше на рынке? Или, как бы, просто рыночек порешал и на самом деле это самое лучшее, что Уориорс смогли получить за своего некогда талантливого центрового? Они изначально вообще репортили сделку, в которой Садик Бэй приезжал в Golden State, а Уайзман ехал в Детройт с кучей пиков для Детройта. А в итоге все сильно поменялось, все перекрутилось. Ну, как бы, Детройт отдавал несколько пиков, а в итоге они раскрутили все до четырех команд, потому что они сначала нашли Уайзману дом. И я думаю, ну, нифига себе, как вам вообще это удалось найти Уайзману команду, которая согласится его взять. Ну, потом оказалось, что есть Детройт, о котором я забыл, а у которого есть фишка. Ты знаешь, кстати, что Трой Вивер, генменеджер Детройта, он тоже коллекционер. Он коллекционирует бастов с каждого драфта. Вот у него Бегли есть, вот у него Вайзман есть, видишь, высокий пик, почти очевидный баст, надо его подписать, надо в Детройт, срочно. Ну, вот, это очередное приобретение в его коллекцию. Насчет Гэри Пейтона, почему я, допустим, очень хорошо к этому отношусь, потому что я помню, насколько Гэри Пейтон был полезен в плей-офф против универсальных достаточно команд, Пейтон отлично будет защищаться против вторых, третьих номеров, а поскольку Golden State не хватает иногда, ну, скажем так, одна команда осталась в лиге, у которой достаточно вингов и форвардов, это Бруклин Нэтс. Но при этом у них нет тех самых, самых важных звездных форвардов, поэтому они сидят на куче 3НД игроков и ни с кем ими не делятся. Но у Golden State нет такого, у Golden State нужен был человек, который будет защищаться, а с учетом того, что Игудала еще на год старше и еще меньше шансов, что он будет хоть сколько-нибудь полезен, то, скорее всего, в Golden State просто, ну, необходим был такого плана игрок, который подстрахует, пока нет Виггинса на паркете, пока нет Клея на паркете, который при этом защищается, ну, если не лучше, чем Виггинс, хотя, на мой вкус, лучше, то точно лучше, чем Клей сейчас. То есть это позволит команде не просаживаться в обороне очень сильно и при этом это не стоит толком ничего для, ну, ничего нового, скажем, никаких новых денег не стоит. И самый забавный вариант, помнишь, летом все чморили Golden State за то, что вот, они пожалели денег, они не заплатили Гэри Пейтону, по итогу Гэри Пейтон все равно оказался в этой команде, они убедились, что он нужен, они и деньги ему заплатили, не они, они просто воспользовались возможностью и Пейтона себе вернули. Не знаю, по-моему, все получилось очень удачно, а то, что они еще кучу пиков второго раунда получили, ну, так, шик, здорово. эти пики, они же сразу уехали в Портленд, поэтому, как бы, Golden State получается ничего вроде из драфт-компенсации не получил, могу ошибаться, потому что, опять же, сделка довольно запутанная и мы сравнительно так на свежие новости все это записываем, но, насколько я понимаю, тут просто чисто для Golden State вышел размен Уайзена на Пейтона, по поводу вот этих вот двоих тейстов, которые ты закинул, сказал, что Трой Уивер это довольно забавное наблюдение, то, что, вот как бы в Детройде любят бастов, в Бегли теперь Уайзмен, но при этом стоит отметить, что и Бегли после обмена Сакрамента в Детройт стал как-то напоминать игрока уровня НБА, был неплохой опцией под пик-н-ролл с Кейдом Каннигем, пока он был здоров, но в большинстве в прошлом сезоне в этом году, опять же, он не показывает особо большого прогресса, но у него травмы, вроде как, и из-за этого у него очень мало игр сыграно в этом году, я вот сейчас эту информацию уточню по поводу Бегли, чтобы не быть голословным, да, действительно, в Бегли в этом году 25 игр всего лишь, и да, по статистике как будто бы даже все хуже, чем в прошлом году, когда он попал в Детройт, но опять же, может быть, смотри, извини, модная Детройтская клиника проводит операции по восстановлению как это, финансовой привлекательности игроков, потерявших ее после драфта. Получится ли это с Уайзеном? Вопрос, потому что у Уайзена, кстати, тоже минуты вообще в Детройте, мягко говоря, не будут гарантированы, потому что играет Дюран, который выглядит очень даже неплохо для самого молодого игрока ассоциации, есть Стюарт, которого вроде как уже бесповоротно кинули на четверку с пятерки, но все равно, короче, Уайзен не попадает в ситуацию, где он точно будет получать 30 минут, ей придется все это доказывать, и, ну, тут возможности точно будут, и просто вот вопрос, насколько он хорошо их проявит, ну, себя проявит. С точки зрения налогов, наверное, я все-таки не парюсь, это все-таки не мои деньги, да и как бы я на такие вещи не обращаю внимания, потому что головная боль владельцев команд, они мои, но вот Warrior себе получили контракт, за который там Пейтон получит 28 миллионов за следующие три года, если не больше, я сейчас эту информацию уточняю, ну, около, да, 25-26 миллионов, и, да, у них был бы по большому счету выбор либо отпускать Уайзмана за бесплатно, потому что, ну, я не думаю, что ему предлагали бы деньги, по истечении его контракта новичка, либо вот как-то менять это на актив, который в дальнейшем, может быть, будет стоить налоговый денег владельцам команды, но при этом будет приносить пользу, и они выбрали второе, наверное, это сделали не зря, потому что Пейтон, попав, ну, в менее организованную игру Портленда в атаке, все равно показывает довольно эффективные цифры, то есть, у него 59% с игры, 53% из дуги, да, у него там меньше трех бросков за игру, чуть больше одной трехи за игру, но при этом эффективность это осталось, в Голден Стейт у него броски, наверное, даже получше будут, а с точки зрения хасла, как бы, он все еще остается на том же самом уровне, который он показывал в прошлом году, как опция скамейки Голден Стейт на 15-20 минут, с точки зрения усиления под плей-офф, это, безусловно, прогресс для Голден Стейт, тут даже обсуждать нечего, поэтому, наверное, вот по Голден Стейт и по Портленду мы высказались довольно подробно, давайте к Атланте перейдем, которая получила во всей этой истории с Адика Бея, кажется ли тебе это вообще усилением для Атланты и какую логику вот здесь в этом конкретном обмене и в этом конкретном муве ты видишь для Ландери Филдзе, который является теперь человеком, который ответственен за все эти операции, которые Хокс творят на рынке обменов и не только? Ну вот здесь проще всего, потому что Атланта является 28-й командой в лиге по количеству выброшенных трехочковых, при этом один из людей, который бросает их чаще всего, Тройянг, ну как, не чаще всего, но один из людей, который их бросает, он попадает 30%, он правда бросает не так много сейчас, но все равно, поэтому команде как воздух нужен кто-то с броском, но поскольку денег там много нет, они не могут оперировать, они не могут лезть в налог и так далее, то команда берет ребят дешевых, ребят попроще и смотрит, можно ли будет из них что-то вырастить. Они взяли Садика Бея, они взяли, господи, только что назвал, вот у меня уже вылетело из головы. А, они из Кништона Гаррисона Мэтьюса, да, Фернандо, это просто так, это наполнение, они взяли Гаррисона Мэтьюса, они будут смотреть, кто из этих игроков сможет им помочь. Эти оба игрока не того уровня, чтобы лезть в старт, поэтому это явно люди на скамью, но на скамье, со скамьи тоже нужен скоринг, у Атланты и с этим проблема, поэтому, опять же, если команда в том сезоне, они были то ли первым, то ли вторым, по-моему, вторым, по-моему, нападением лиги, в этом сезоне они в районе 15-го места, плюс-минус там, сколько-то, но в районе 15-го, а это хреново. Естественно, ну, как бы Атланта защищается плохо, поэтому у нее никаких шансов нет, потому что, чтобы выиграть, им надо подтягивать атаку, соответственно, они вот сейчас ищут кого-то, кто сможет хотя бы чуть-чуть оживить атаку Атлантой, ну, и опять они тоже, извините, я скажу, они не нашли опять никого, кому можно было бы впарить Джона Коллинза, поэтому Атланты межсезонье, Атланты этот самый дедлайн прошел где-то так, на 2 с плюсом, то есть они вроде что-то сделали, они, ну, давайте даже, я, наверное, не прав, наверное, все-таки на троечку, потому что они новый фронт-офис нигде не всрався, извините, это уже хорошо, это очень прям, круто, потому что мы мы с вами знаем, как иногда новые фронт-офисы проводят сделки, поэтому это уже отличный момент, что они нигде не ошиблись, они нигде не допустили такого там очевидного прокола, они взяли недорогих игроков, отлично, молодцы, все. Ну, если мы говорим о решении проблем с трехочковыми, то, честно говоря, я не вижу, как Бэй и Мэтьюс могут ее решить, да, у них были сезоны, когда они неплохо поливали, там, у Мэтьюса, например, до этого сезона по карьере было около 38%, в этом году 34%, окей, мы можем это спихнуть на то, что он играет в максимально хаотичном нападении Хьюстона, и сейчас, может быть, попадет в более выстроенную атаку Атланты, где будет, опять же, больше пространства за счет того, что Мюррей с Янгом на себя концентрирует больше внимания защиты, можно то же самое сказать по поводу Садика Бэя, но у него абсолютно идентичная ситуация, как и у Мэтьюса с единственным, но довольно важным отличием, то, что Бэй провел 3 сезона в лиге, и у него стагнация в броске уже наблюдается на протяжении последних двух сезонов, за которые он реализует чуть больше 34,5 бросков, при том, что у Атланты, вот, какой бы проблематичный бросок у них не был, он у них 34,8, да, если мы говорим про количество трех, то, ну, больше опций под эту всю историю, это, конечно, хорошо, но вот качество исполнения вызывает вопросы, может быть, Янг и, ну, наличие, как бы, более качественных игроков вокруг этих двух снайперов улучшит их эффективность, но вот по эффективности есть вопросики, если Атланты целятся каких-то профильных шутеров, назовем это так, то не знаю, насколько сильно они попали. Не-не-не, извини, пожалуйста, я, наверное, недостаточно четко сказал, поскольку Атланта сейчас находится у черты налога на роскошь, им там, по-моему, то ли полтора миллиона, то ли что-то такое до налога, они не могут выйти за него, поэтому, ну, там указания от владельца, поэтому они сейчас и пытаются вот на мелких каких-то игроках попытаться найти какой-то обмен, потому что они единственный вариант, который мог бы быть, они могли Коллинза обменивать, но Коллинз никому не нужен и никто за него почему-то снайперов не отдает, поэтому Атланта просто не нашла нормальный обмен, и они взяли вот этих молодых ребят, которых они будут пробовать со скамьи, может быть, если они заиграют, то есть это такой ход, почему я говорю троечка, потому что это такой ход, который на самом деле изменений не вносит, но показывает направление, в котором Атланта двигается, это направление вроде как правильное, но они ничем не рискуют, потому что они а, не могут рисковать, у них нет возможности это делать, и б, это дешевые очень ребята, дешевые контракты, то есть они просто вот где-то там на грани видимости что-то делают, и может быть чуть-чуть кто-то это изменит, опять же, понимаешь, они, может быть, пробуют концепт, вот допустим, будет ли играть эта команда нормально, если вместо вот этого игрока в ростере, в ротации будет трешечник, ну то есть есть ротация у команды, там у каждого игрока свои какие-то минуты, и вот может быть тренер планирует ага, вот на вот эти шесть минут я выпущу с вот этим лайнапом там Гаррисона Мэтьюза и посмотрю как он бросает, как мы играем, как выглядит атака, больше ли пространства, ну то есть это все те вещи, которые надо пробовать, надо обкатывать, а поскольку бюджета на обкатку нет, они вот проводят, так сказать, фокус-группу и на маленьких, ну на дешевых ребятах и на резервистах будут обкатывать эту концепцию, посмотрим, как это сработало. Понял, принял, хорошо, давай тогда переходить к последней команде именно вот этой его четверки, которая помимо Кевина Нокса и Кучи Пик второго раунда довольно активно поработала в этот дедлайн, помимо этого они провели еще два обмена, во-первых, самым первым обменом Портленда в этот дедлайн был обмен Джоша Харта, которого отправили в Нью-Йорк, а в ответ получили Кэма Рэдиша, Райана Арчидьякона, Святослава Михайлюка и также защищенный выбор в первом раунде драфта 2023, который будет защищен в лотерее. Если защита сработает, то Портленд получит 4 пика второго раунда, то есть тут при определенных обстоятельствах вообще Портленд может 9 пиков второго раунда озолотиться прям вообще вот этим вот, не знаю, насколько прям это качественные активы, но все равно как бы количество иногда бьет конкретно качества, конкретно по этому обмену как бы не кажется ли тебе, ну ладно, не, давай не конкретно по обмену, просто для полноты картины тогда надо и второй обмен вот так вот неймдропнуть, в котором как бы Святослав Михайлюк также уехал и это была трехсторонка между Портлендом, Филадельфией и Шарлотт. Портленд в этом обмене получил Матисса Тайбуля, который получал очень маленькое количество минут Филадельфии в этом году, но при этом был одним из лучших защищающихся игроков там в прошлом, например, если не путаю, то он даже в защитную сборную попадал в прошлом году. Форвард Джейлен Макденилс из Шарлотт переходит в Филадельфию, а Шарлотт в свою очередь получили как раз таки Михайлюка и два драфтпика второго раунда 2024 года от Никс и 2029 года от Блейзерс. И то есть вот суммарно мы так можем увидеть, что да, Портленд отдал там игрока свои стартовые пятерки в лице Джоша Харта, но при этом они получили Кэма Рэдиша, они получили Тайбуля, может быть даже Нокса. Но Нокс, как бы это все-таки наверное не того уровня таланта и игрок, чтобы там как-то за него цепляться и говорить вот это игрок ротации, но все равно вместо одного игрока не основополагающего Портленд получил двух, при этом как бы из этих двух можно что-то вырастить, то есть как будто бы у них еще потолок их потенциала не достигнут в лице Рэдиша и Тайбуля. Как ты в целом оценишь работу Портленда на флажке как бы очевидно, что у Трайл Блейзерс была ну абсолютная проблема с глубиной состава, ну и как будто бы немножечко они эту ситуацию выправили. Стоило ли она того ценой вот стартового легкого форварда в лице Джоши Харта, ну и получается Гарри Пейтона, или все-таки как будто бы эти все обмены говорят о том, что Портленд не особо даже сильно в плей-офф собирается заезжать? Ты знаешь, я не вижу как это Портленду помогает, вот честно скажу, то есть Портленд чуть-чуть уменьшил себе сумму, на которую он платил, но меня больше другое порадовало. Знаешь, вот после того, как объявили об обмене Джоша Харта, я тут слышу, что что-то еще начинается, и когда я прочитал, что Мори умудрился сбросить Тайбуля, я думаю, ну ни хрена себе, мужик, ты опять это сделал. В чем фишка? Филадельфия была чуть-чуть за чертой налога, и там буквально полтора миллиона, но не было человека, которого можно было просто вот сбросить. А Мори, что он сделал? Он мало того, что нашел, куда пристроить Матиса Тайбуля в Портленд, он еще и получил Джейлина Макдэниелса из Шарлотт. Это относительно талантливый парнишка, он, конечно, не блещет, но за минималку он вполне себе нормально играет. То есть, если мы говорим о молодых игроках, играющих на минимальных деньгах, Джейлин Макдэниелс один из лучших из них. И то, что Мори добился основной своей цели, то есть, вылез из налога. Кстати, вот обратите внимание, Филадельфия, вот та вот команда, в которой Харден, Эмбид и ужасный контракт Табая Сахариса, эта команда не в налоге. Заметьте. А и то, что он еще сбрасывая ненужный для себя актив, он еще получает Джейлина Макдэниелса, который, ну, нормальный, это было просто для меня шоком. Потом они еще там пообменивались, пообменивались пиками, в итоге Филадельфия два пика отдала, два пика получила. Как он это делает, я не понимаю. Ну, вот касаемо Портленда, я с тобой согласен, что для них наверное обмены никакие, потому что Хард все-таки по ценности и по тому импакту, который он дает на паркете прямо сейчас, наверное, самый полезный игрок из всей этой пятерки. То есть, минус Пейтон и Хард, плюс Рэдиш, Тайбуль и Нокс, как будто бы не такая сильная разница в талантах с точки зрения того, что может быть из Кэма Рэдиша может получиться реально очень классный чувак, который тоже вот станет вот тем самым третьим из Дюка в лице там Зайона Уильямса и Арджей Беррета и Рэдиша, который вот наконец-таки чуть-чуть воспрямят в отличие от своих там двух более успешных сокурсников и тоже начнет что-то показывать, потому что по факту он вылетел из ротации Тибадо даже не по игровым причинам, а скорее по каким-то вот внутриколлективным, потому что он не был доволен там своей ролью и Тибадо в качестве профилактики просто закинул его, для него он не такую ценность имел, чтобы там слушать какие-то говновы пендрежи в свой адрес и напоминаю, что вообще так-то Рэдиш, авторством Рэдиша была трех, которая перевела первую игру сезона вообще Никс в овертайме, то есть в начале сезона ему доверяли, но конечно с точки зрения эффективности мало ему шансов предоставляли, сейчас вот если в Портленде это все не проявят, то это наверное уже будет таким финальным красным флажком, потому что в Портленде прям нужны ребята, которые готовы на себя брать инициативу, Рэдиш этого прям сильно хочет, классно, супер, Тайбуль как защитная опция тоже ему будет гораздо больше даваться, чем Филадельфия, это тоже должно ему пойти на пользу, к тому же у Портленда ну как бы очевидно, что в бэккорте защитой прям все совсем плохо, ну Лилард и Саймонс это два основополагающих игрока команды при этом в защите они абсолютно минусовые, что тот, что другой, и Тайбуль сможет всю эту историю неплохо так разбавлять, может быть даже получше, чем Гарри Пейтон, посмотрим, ну и как бы Кевин Нокс опять же в этом году он не сказать, что суперплох, у него в этом году даже как бы и сравнительно адекватные там проценты с игры он выходит там на 14 минут и наверное там на фоне всяких Уотфордов, может быть даже там, кто там еще есть на фоне Арчидьяка, на того же самого, Джабари Уокеров, в принципе Нокс даже выглядит как игрок более-менее уровня ситуации, что должно быть в плюс Портленда, но это абсолютно точно все равно не меняет то факт, что глубины у Портленда отсутствует на совсем. Поэтому вот такое мое мнение по Портленду, не уверен, что это сделки все пошли в плюс команде, но вот потенциал будут развивать, посмотрим, может быть это первый флажочек к тому, что Лиларда скоро будут обменивать, хотя, ну это не точно, как говорится. Нет, точно не будут обменивать, они отвечали официально, потом отвечали устами Криса Хейнса, который фактически является представителем Портленда в медиа, что Лилард вообще недоступен для обмена, даже не звоните. Так что нет. Ну тут скорее Лилард может уже наконец-то взбрыкнуть и сказать, что типа да, верность верностью, но то, что вы делаете, это полный трэш, ребят, я пожалуй слиниваю. Это как история с Гарнетом, который тоже до последнего не хотел уходить, но там уже фанаты его начали умолять, что уходи, что-нибудь выиграй, ну пожалуйста. Может быть тут такая же история повторится. Посмотрим. Точно до лета эту главу мы не будем открывать, там может быть что-то начнется новый сериал, которого НБА всегда не хватает. Давай к последней стадии нашего разговора переходить, а это именно Сан-Антонио, которые в итоге избавились от двух своих игроков, которые имели какую-то ценность на рынке. И в первую очередь давай поговорим о Якебе Пельтле, потому что он отправляется у нас в Торонто вместо Кэма Бёрча, защищенного пика первого раунда 2024 года и двух пиков второго раунда. Торонто, на удивление многих не стали взрывать, а решили как-то точно усилить слабую позицию именно центрового, потому что на вот именно позиции центра в большинстве своем в Торонто в этом году играл Кристиан Калока, новичок, который ну как бы пока абсолютно не готов к этой роли, а Чиво все-таки как бы такой довольно нетривиальный центровой, он скорее как бы ближе к четверке, чем к пятерке из-за нехватки габаритов. И вот, вот эту вот проблему решили решить возвращением австрийского центрового в состав Торонто. Как тебе этот обмен видится и не кажется ли тебе, что Уджири прогадал тем, что все-таки решил в очередной раз не взрывать, не обменивать Ану Ноби и попробовать с этим составом может быть как-то заползти из плей-ин в плей-офф уже с Петлем на пятерке. Или все-таки тебе кажется, что это довольно разумное решение, учитывая, что по таланту Торонто ну точно в верхней половине ассоциации просто надо как-то удастся, ну как-то найти метод соединить этот талант, чтобы он друг другу Ты знаешь, я много говорю о Торонто там на своих ресурсах. Я не могу понять, что вот он сейчас решил. То есть вот сейчас, конкретно сейчас, он сдался и не получил ничего за Гэри Трента. Поскольку не было принято никакого решения по Ванвлиту сейчас, у Ванвлита тоже контракт истекает, то скорее всего они еще и Ванвлита продлят. А если они опять будут продлевать Ванвлита, то соответственно перестройка сейчас вообще отменяется какая-либо. И тогда мы будем видеть опять такой же Торонто, но с Пёртлем на месте центра, то ничего вообще не меняет абсолютно. То есть никак. Может быть они подборов будут чуть больше брать. Все. Проблема не столько в центровом, то есть не только в центровом, не столько в центровом, сколько в отсутствии адекватной атаки, организованной атаки у Рэпторс. А для решения этого вопроса они не сделали ничего, они ждут, пока истекут контракты и что-то будут придумывать летом, вполне может быть что с новым тренером, не знаю, но на мой вкус Торонто проиграли, сейчас этот дедлайн проиграли очень крепко, потому что летом будет Бруклин, у которого куча 3НД игроков, есть даже лишние, и понятно, что ни один из них не Ануноби, но это такой же дефицитный товар, а когда два продавца дефицитного товара, дефицит сразу становится гораздо меньше. Я согласен с тобой, абсолютно, то, что действительно Торонто как будто прогадал на этом рынке, наверное, не нашлось покупателей на Ануноби, потому что вроде как по слухам на Ануноби был просто какой-то чрезмерный ажиотаж после обмена Дюранта в Феникс, потому что на Западе теперь нужен Дюрант Стоппер, и Ануноби как будто бы в этот концепт вполне себе вписывается. Но считаешь ли ты вообще адекватной ценой в 3 пика первого раунда за Ануноби, или все-таки многовато, скорее он ближе к 2, чем к 3? Ну, если мерять в пиках Габера, ну, мне кажется, после этого дедлайна можно сказать, что рынок плюс-минус в себя пришел после этого обмена, его уже можно так, знаешь, в качестве шутки воспринимать, а не в качестве того, что реально как бы стопорит любые переговоры между командами. Тогда спрошу еще об одном, я тоже не знаю, слышали ребята или нет, Чикаго за 3 дня или за 4 дня до дедлайна выдали, что мы, говорит, не против обменять Кару за 2 пика первого раунда на стол и Кару за ваш. Это чувак, который играет в 10-миллионном контракте 2 пика первого раунда. Ну, поэтому... После этого дедлайна его цена теперь 6 пиков второго раунда, наверное, скорее всего, поэтому, да. Ну, вот по Анунобе, вот если возвращаться к Анунобе. Ты знаешь, я считаю, что рэпторс должны просто найти с ним общий язык, потому что игрок-то он классный, ему надо объяснить, может быть, дать ему что-то, попробовать, показать, проговорить с ним, какие есть вообще варианты, потому что просто так его бросать, ну, это неразумно, это глупо. Они не получат за него ничего нормального. С другой стороны, если они ждут летом то что-то произойдет, вот сейчас что-то случится и к лету будут какие-то изменения, и мы тогда эти изменения благополучно отыграем, и у нас, и мы тогда с помощью каких-то активов, которые у нас все еще остались, мы сделаем выигрышный ход, но окей, я готов подождать и посмотреть на то, каким будет этот ход, но я очень сильно сомневаюсь, что-то подобное у Рэпторс есть, к сожалению. Ану Ноби это человек с потенциалом реально быть второй звездой, защищающийся такой, ну, как бы ухудшенный в атаке версии Кавая, то есть дающий там 20 плюс 8 плюс 4 условно, с зубодробительной обороной, но как это в Торонто может ему дать со Скотти Барнсом Паскалем Сиаком? Мне кажется, в Торонто надо было залетать в трехсторонку с Далласом и обменивать Ван Влита на Дин Уиди и какие-то там драфт-активы, а может быть даже и вообще пуститься во все тяжкие и в Бруклин там пускать Сиакому условного там за какой-нибудь набор там форвардов того же самого Клэгстона выцеплять вместо Пёртеля у которого вкусный контракт там на ближайшие три года ну при той игре которую он показывает в этом году и там опять же тогда бы может быть мы о другом Бруклине сейчас говорили который бы усилился прям конкретно под Дюрант и он бы никуда бы не ушел мне кажется надо было вот что-то в эту сторону делать потому что Торонто остались при своих я не думаю что Пёртеля так критически решит структурные проблемы команды вот именно которые мне кажется заключаются на жестком оверлоуде таланта на позиции тройки четверки где и Сиаком Барнс Анну Ноби даже Буше какую-то пользу имеет даже ну хотя бы Буше можно было сбросить за какие-нибудь активы а тут потратили активы я не уверен какая там защита могу предположить что в лотерее но вроде как я эту информацию не находил добавь если тебе известно какая конкретная защита того пика но вроде как бы не знаю на таком вот в такой ситуации в команде сейчас разбрасываться пиками когда ты в двух шагах от перестройки мне кажется это довольно промечив сторону Уджири но Уджири не раз доказывал что именно он прав а не кто-либо другой поэтому может быть что-то опять нигериец видит того чего не видим мы ну и последняя сделка нашего сегодняшнего выпуска это Джош Ричардсон который из этого же Сан-Антонио уезжает в Новый Орлеан за Де Вонте Грэма и за как вы думаете сколько правильно 4 пика второго раунда тут про эту сделку мне кажется максимально коротенько можно и уже подводить итоги нашего выпуска какие у тебя впечатления в принципе я вкратце скажу свои что Новый Орлеан молодцы потому что контракт Де Вонте Грэма когда он заключался Новый Орлеан не ожидал что в их руках будет столько много таланта и настолько быстро команда будет готова сражаться за самые высокие цели Де Вонте Грэм это человек который всегда был довольно неэффективным товарищем в плане скоринга но который на скоринг этот был повернут с таким количеством людей которые берут там себе мяч в руки Грэм этой команде абсолютно не нужен был даже как опция со скамейки при этом у него контракт помимо этого года еще на 2 года и 25 миллионов да там в сезоне 24-25 там у него негарантированная часть сделки то есть там где-то 3 миллиона из его 12 были бы гарантированы но это то что Новому Орлеану в платежке абсолютно не нужно потому что надо будет скоро уже на тот момент решать там вопрос своими свободными агентами там в лице Ингрэма Волончунаса там того же самого Сиджи а нет Сиджи Маколом был прендлен извиняюсь но в любом случае они просто выкинули длительную зарплату получили себе человеку который более краткосрочный контракт и который прямо сейчас может принести большую пользу на площадке поэтому я считаю для Нового Орлеана это успех но вот цена 4 пика 2 раунда как будто переплата за такие услуги согласен ли ты со мной и в целом как ты видишь этот обмен они сбросили контракт для них важнее убрать эти деньги из платежки потому что платежка будет расти достаточно быстро в сезоне после 23 после сезона 23-24 там уже будет куча денег поэтому все правильно сделано цена сейчас в пиках не важна важно было избавиться от денег в платежке не надо влазить в налог когда у тебя есть возможность этого не делать все правильно ну и при этом есть возможность получить игрока который там может выйти из скамейки набрать 10 очков при нормальной такой эффективности трешек на 36% в 5 бросках в общем да это все было выкинуто не просто так а даже можно сказать под усиление вот такой вот у нас фундаментальный вышел разбор последние можно сказать недели обменного дедлайн НБА вышел он конечно максимально насыщенным как и наш выпуск я хочу в очередной раз поблагодарить моего сегодняшнего соведущего опять же ссылки на ресурсы Жене как всегда будет в описании патреон бусти подписывайтесь у Жени там в неделю несколько подкастов несколько текстов сравнительно регулярно выходит поэтому там недостатка баскетбольной аналитики и контента точно нету спасибо тебе большое Жене что согласился на этот выпуск и заскочил потожертвовал своими двум часами время надеюсь не в последний раз Женя спасибо тебе большое и до следующей связи получается для тебя всегда всем спасибо народ смотрите на бусти периодически выкладываются бесплатные материалы это раз в месяц просто зайдите подпишитесь если вам это интересно иногда будете просто получать что-то без всякого да ну а мне лишь остается добавить что помимо ресурсов Жени в описании есть конечно же и ссылки на мои ресурсы такие как Donation Alerts если кто-то хочет поддержать проект Basket Talk своими шекелями благодарны за все что мы тут делаем сообщество ВКонтакте и телеграм-канал Hi5 часть которого я являюсь в последнее время даже иногда там подписываю что-то канал на Mixcloud где выходит аудиоформат нашего подкаста но с небольшой задержкой по сравнению с Ютубом блок на Sports.ru где выходят новости нашего проекта и также канал на Твиче на котором может быть в ближайшее время даже будут какие-то активности как просмотры фильма связанные с баскетболом может какие-нибудь игрульки более совершенствующие баскетбол ГМ который останется у нас на просторах Ютуб в общем всякие движухи там вполне вероятны в ближайшее время поэтому подписывайтесь на этом на сегодня все с вами был ведущий проекта Basket Talk Марк Бурчков и до следующего подкаста